Я понимаю, что от этого не расширили, что у нас будет делать? Что-то у нас суббачки, если стоит задний. Здравствуйте, Александр. Я на всех писал, что я ввезу. Для вашего заключения, для каких-то фильм один-сторой, разрешите? Ну, если трёх минут, если от меня показаться. Занёка раньше от меня не поступила. Так, была отказана. Была отказана? Пока отказана. Можно перед началом пару слов? Для фильма, что ли? Нет, просто. Просто. Ну, я думаю, ничего. Оттеняйте. Ну, может быть, Владиславль, нашим коллегам скажем. Вот, если такая водная часть, то, что наша задача, которую мы практически сегодня собрались, на нашей секции, которая посвящена фактически вопросам очень важным, актуальным. Это вот как раз вчера профессор Покровский сказал очень важный момент, что мы говорим, да, что мы говорим о профилактических деятельностях, но мы говорим о профилактике ВИЧ, но мы понимаем, что это неотъемлемая часть ПАП и ВИЧ, да, поэтому психотимую часть того, который... Можно будет еще один момент скинуть на всякий, пока разрешили фильм? Ну, я думаю, что сегодня, что, впрочем, по-прочему, наше восхождение, нам необходимо не выработать какие-то рекомендации в резолюцию, там проект нам уже там подали, какой-то версии что-нибудь там пытаются сделать, ну, это как общее, а мы по нашей секции должны выступить, ну, с нашей поскольку инициативой по результатам того, как эта работа ведется. Ну, вот сегодня у нас представители разных территорий, ну, мы как представители Министерства образования тоже монетарируем эту ситуацию, поэтому было бы хорошо, чтобы у нас было сегодня такое резюме. По этому, скажем так, глобальный мы у нас, так как нет, там, трех человек, ну, такого же не жестко, как раз мне в регламенте, может быть, мы не будем, но другой стороне нам надо оставить время, чтобы мы могли выработать какое-то решение. И высказать, что вот сегодня, когда приедет Зам. Министр, еще я надеюсь, из других министерств, там więдарит Паршем, Prophet Groundhogany布port, и какие-то позитивные пожелания. Как это ситуация? Постарайтесь быть. Это неотчетная выборная конференция, да, вы расскажите об этой ситуации как вы видите перспективы и мы предоставляем слово нашему коллеге заведующему отделу профилактики республиканского центра сейчас инфекционными заболеваниями у нас рвется боль я на пару минут на форум так иначе вы представьте чтобы я социальный педагог старший воспитатель кадетского корпуса московского кадетского корпуса так получилось что шерст его взяли перед над этим кадетским корпусом когда стал вопрос что или его будут расформировать и у нас воспитатели все старшие офицеры офицеры главного штаба и так получилось что владимир валентинович со своей программы подошел и получилось что его программа пошла как бы курсы переподготовки офицеров главного штаба и главком курирует периодически мы офицеры отчитываемся перед отделом образования главного штаба и на последнем заседании я вот говорил волком выразил благодарность которая выразилась в следующем наличии следующей работе грамоте за риску владимир валентиновичу за личный вклад в работе с подрастающим поколением страны высокую профессиональную подготовку специалистов к работе с молодежью разумную инициативу усердно проявлены при выполнении своих обязанностей заместитель министра обороны главнокомандующей военно-воздушными силами Российской Федерации вас больших еще успехов на помощи как на работе с молодежью с семьями так и при подготовке к классам специалистов здесь заслуга конечно и вашего командования потому что поддержали кадетский корпус а в частности ваш корпус авиации космонавт это был раньше героев космоса фактически этот кадетский корпус мы работаем уже с ним с 2008 года можно представить что это определенный период во всех проектах они принимают участие являются инновационные площадки участвовали приоритетно-национальные проекты и те проекты которые не представили это достояние всей России конечно и то что наш коллега будучи в отставке полковником авиации потрясающе является авторитетом для регат и то что там это делают дети прыгают с парашютом у нас десятый десятый одиннадцатый класс летная подготовка парашютная подготовка космическая медицина занимаются военно-патриотическое воспитание и нравственное воспитание у нас все вот такие инновационные программы шли естественно с их участием и очень активно продолжаются очень развиваются поэтому вот обижаются что не участвуют профилактики злобных применения ПАП и профилактики лично Вчера Вера Владимировна выступала она у нас преподавателя и очень большая инициативная группа вместе с ней работает буквально это самое то есть ребята именно вот это вот проблемами живут проблемами с стороны проблемой молодежи спасибо спасибо вам за сотрудничество спасибо вам за сотрудничество ну вот она начинается начинается странная полоса спасибо большое ну что ж друзья продолжим нашу работу да здесь все можно я скажу да мы с вами все мы все говорили без нас что такое пищинфекция с чем инфекцией к чему мы приводим здесь практически трещит с этой публикой свою жизнь отдали эти проблематики вот когда мы сейчас с вами здесь будем эту тему обсуждать считают что он такой маленький штаб просто кого-то просвещать ну наверное все больше просвещены маленький штаб потому что мы должны первое написать эту резолюцию что можно будет еще дополнительно написать то письмо министру образования с вами письмо в ноябре месяце вот оно результат нам представили площадку на конференции ну вот здесь площадка есть на аудитории только аудитории нет как результат опять же такой интерес и второе мы с вами должны выработать по-хорошему секцию и подход то что мы будем с вами писать на пятой международной конференции в гостиной в марте потому что походу мы сюда приехали давайте эту возможность используем и вот такой вот с этим настроем и поработаем вот вот говорят одному читал я все прошедшему послушать про проем двенадцать ну у нас тут почти двенадцать да что-то какая спасибо пожалуйста по согласованию с Дарисой Александровной была предложена такая тема о взаимодействии медицинских организаций с Минобором Мин по делам молодежи о Республике Сатарстан вопрос профилактики среди подрастающих поколений поэтому доклад старался построить так чтобы на основании той эпидемии которая у нас сложилась какая работа у нас будет и в будущем проделана потому что вы увидите что у нас предстоит в ближайшем будущем и самое главное наверное нужно сказать я не в качестве рекламы работаю двадцать шестой год с первых дней создания центра в этой организации значит я показываю заболеваемость в республике подрастан для того чтобы представили себе это поводский федеральный округ значит слева вы видите состояние вот где стрелочка тридцать шесть и семь наша заболеваемость на сто тысяч населения значит наш прирост вы тоже видите и самое главное хотелось бы наверное отразить то что заболеваемость в 1,6 раза меньше среднероссийского показателя он здесь вот представлен так 58,4 и по Волжский федеральный округ один с половиной прирост ну если позволите я перейду дальше от этого слайда хорошо всего зарегистрировано в республике Татарстан 18,738 на сегодняшний день в возрастной структуре на момент выявления лица возрасте 15-19 составляет 8,2 процента 20-29 лет так как все таки это молодежь 49,5 и здесь я специально привел цифры выявлено участие студентов 3,7 процента здесь я представляю межведомственное взаимодействие с футбакской ВИЧ-инфекцией среди населения республики Татарстан является приоритетным направлением у нас и при межведомственном взаимодействии интересованных министерств ведомств некоммерческих общественных организаций при сотрудничестве учреждений культуры социальной сферы с использованием различных форм методов работы в республике Татарстан органом координирующим согласованное действие является межведомственная комиссия по борьбе со СПИД которая создана при кабинете министров республики Татарстан на заседании мы регулярно рассматриваем вопросы профилактики ВИЧ-инфекции среди учащихся молодежи по годам есть и в муниципальных образованиях в каждой имеется также межведомственной комиссии по борьбе со СПИД один раз в квартал мы заслушаем в течение года разным вопросом дальше я здесь в этом слайде как предложил нормативную документацию которую мы используем при организации работы с профилактикой ВИЧ-инфекции в соответствующем контингенте если кому будет интерес то презентация будет на компьютере одним из базовых принципов организации превентивного обучения в области образовательной среде является принцип комплексности который предполагает согласованное взаимодействие на профессиональном ведомственном межведомственном уровне органов и учреждений старался выделить красным на что больше обращаем внимание повышение информированности среди учащихся педагогов выполняется в адресной работе между Минздравом и Минобором в основном направлено на создание условий для формирования у населения установок на ответственное родительство и укрепление здоровья подрастающих поколений в 2014-2015 году планировалось охватить профилактической работой более 4000 обучающихся и 2500 родителей в республике разрабатываются и реализуются различные проекты одним из них является инновационный проект «Семьеведение», подготовленный ведущими специалистами это преподаватели казанских университетов в настоящее время предмет изучается в 4х 22х образовательных организациях и охвачены более 4000 школьников а в самом проекте участвуют 180 педагогов которые были обучены основу на конференции следующее программа родительского всегообуча и так в 1312 школах республики что составляет 89,9% внедрена программа родительского всегообуча по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма программа называется путь к успеху при участии медицинских работников муниципальных образований основная цель программы путь к успеху помочь родителям воспитать успешного ребенка не нуждающего в изменении сознания химическим способом то есть применение наркотических и лекарственных препаратов зависимо по программе посетили 293 тысяч человек это почти 80,6% от общей численности родителей в 2014 году совместно с управлением федеральной службы россии по контролю за оборотом наркотиков в республике Катарстан с профилактической целью внезапно осмотрено 88,777 учащихся студентов появителей наркотических и психотропных веществ то есть это было сделано как вы видите с разрешения приказа министерства образования номер приказа есть и также с решения штаба процент выявляемости вот из общей цифры значит ну грубо 0,08 но найти 100 человек среди школьников и дальше с ними работать это показатель во всяком случае при нашей ситуации мы же ниже по показателям мы довольно-таки большую работу провели дальше интересный наверное для вас момент я на флешки если нужно привез две программы в виде брошок значит я сейчас о них расскажу в 2000 году Центром СПИД разработана программа для преподавателей обучающихся здоровому образу жизни подростков и в 2004 поговорить со мной мама который в настоящее время успешно реализуется в школах города Казани и город набережная Челны также в 17 муниципальных районах республики с охватом более 15 тысяч школьников в 2014 году по просьбе МИНОПРА они за свой счет дополнительно издали одноменную брошюру в количестве 5500 экземпляров так как мы раньше ее распространили по школам договорились с институтом повышения квалификации учителей но она усовала потому что пособие довольно-таки емкое и нужно было согласовать состав преподавателей программ обучения но в настоящее время она уже в реализации так в 14-м году Минобраз Минздравом совместно с Некоммерческим благотворительным фондом Светланой Изабаевой провел подготовительные этапы внедрения волонтерского проекта «Танцую ради жизни» запуск который планируется в сентябре означает то есть учебного года проведены семинары для психолого-педагогической службы по формированию наук и здорового вооружения и у подростков все что тебя касается интеграции детей из-за тронутых проблем ВИЧСКИДа в образовательную среду совместно с фондом здоровья и развития этого города Москва для вас я думаю «Танцую ради жизни» это не новая она на слуху уже не первый год она уже реализуется в образовательных организациях проводятся семинары совещаний для заместителей директоров по воспитательной работе психологов медицинских работников по теме образования и здоровья организуются лектории тематические беседы ради всех собраний уроки толерантности классные информационные часы тренинговые занятия тематические акции по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляется близ вопросы анкетированы специалистов различных ведомств традиционными в течение учебного года стали видеолектория палатка здоровья ВИЧ-спит вопросы и ответы здоровья нации 21 века ну хотелось показать что работа совместная и она для вас также известная но мы ее ведем Минздравом проводится профилактическая работа по ВИЧ-инфекции среди молодежи по четырем направлениям значит четыре направления я думаю также для вас не новое но самое главное что они применяются у нас с IT-технологиями это информационно-пропагандистское обучающее и консультативное направление в рамках реализации концепции повышения информированности в целевых группах населения республик Татарстан по профилактике ВИЧ-инфекции созданы и размещены в социальных сетях 12 видеороликов ну могу сказать все 12 видеороликов созданы мною при участии продюсерского центра ИМА в частности мультик и фильм я сегодня привез на всякий случай если нужно будет значит вы его можете скинуть ну и мультик для воздуха попросил хотя там и фильм веселый я под конец года сделал переданы медицинским образовательным учреждениям просветительские материалы 8 наименований более 131 тысячи штук дальше в социальных сетях я бы хотел добавить в прошлом и в этом году я провел фотоконкурс и конкурс плакатов вот недавно состоялось поздравление у нас в отношении конкурса плакатов значит это высказано известных людей а сейчас я бы хотел конечно показать какую работу мы проводим в отношении автопробегов и экспресс-тестирования и так в крупных городах республики ну города по размерам если есть интерес я могу сказать в тысячах населения и в миллионах значит мы зарядили авто вот эти машины на них повесили баннеры и в баннерах врачи-консультанты забирают экспресс-тесты раздаем информационную литературу если коротко а также предлагаем средства индивидуальной защиты раздаем призыватели ежегодно проводятся широкомасштабные акции посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом и всемирному дню памяти умерших от СПИДа практически каждое мероприятие у нас охватывает более двадцати тысяч человек также мы проводим дни открытых дверей с организацией дополнительного бесплатного обследования на ВИЧ и консультации специалистов все желающие у нас могут как бы пройти мы раздаем специально флайеры по флайерам и значит мы узнаем что он идет бесплатно при министерстве по делам молодежи и спорта Республика Татарстан действует учреждение психолого-педагогической помощи реализующие активную профилактическую работу по профилактике ВИЧ инфекции ну вот цифры конечно не очень такие емкие но все таки работа ведется в двенадцатом-четырнадцатом году всего было охватено более трех тысяч человек значит кто и как задействован вы видите на слайде с седьмого года в рамках развития укрепления службы и организации занимающих лечения наркозависимости среди потребителей у нас активно работает роза ветров ежегодно в программах осуществляется трудовая социализация содействия в трудоустройстве принимает участие более ста наркозависимых и порядка пятидесят семей в четырнадцатом году работая организация социально-реабилитационной психолого-педагогической помощи детям и молодежи их вот я перечень тут отразил доверие выбор роза ветров подростков миллионим логос они в разных городах у нас охвачены тоже порядка трех тысяч человек минздравом организованы постоянно действующие лектории военном комиссариате республики патарстан для призывников с распространением санитарно-просветительской литературы демонстрации видеофильмов анкетированием ежегодно охват составляет от двух до двух с половиной тысяч призывников дальше интересная работа которую в конце года я ездил в управление закона с целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции Центром СПИД передано в управление записи актов гражданского состояния при кабинете министров республики Татарстан полиграфическая продукция буклеты, плакат, памятки, другое видеофильмы для людей которые решили создать семьи также в рамках акции день открытых дверей я предложил им под день памяти 400 флайеров для добровольно-анонимного обследования есть пришедшие кстати я этого сам не знал так как семью создавал давно окажется записаться для создания семьи можно с любого конца света и на информационном портале в ЗАГСе вылезает сразу окна то есть связанные с нами с Центром СПИД и что нам предлагают при проведении профилактической работы финансовые средства выделенные из бюджета РФ были использованы скокусные направленности на те группы населения те территории где регистрируется большее количество ВИЧ-инфицированных в крупных городах таких как Казань, набережная Целна, Альмитерс с сентября по декабрь была реализована профилактическая кампания на общественном транспорте с размещением информации на внешней поверхности горы электротранспорта 9 маршрутов с охватом по данным пассажиропоток более 243 тысяч значит, что могу сказать даже у меня в основу фильма лег сюжет связанный с трамваем когда молодой человек бежит трамваем а смысл там скрыт глубокий информационная кампания лучше ли мужчина для опоздать, да? нет или не опоздать все думают что он бежит чтобы познакомиться с девушкой ну к этому я проживал к концу года и был выпускен фильм информационная кампания на баннерах итак узнай свой статус с размещением материала по витинфекции на баннерах это размер евро 3х6 в 9 городах всего я их повесил по-моему здесь я считал 25 штук значит все они размещены на крупных переплёстках местах установки светофоров сентября хочешь не хочешь на местах пешеходных переходов перейдешь увидеть что там написано водители останавливаются сейчас ведь молодежь продают они сразу на фотоаппарат это так ведь не остановишься чтобы прочитать если есть на телефон сферопировали дальше информационная кампания в отношении публикации статьи общественно-политических газеток 45 муниципальных образований на русском и татарском языках материалы по ВИЧ-инфекции были размещены также в 9 сетевых изданиях интернет-сайтах подготовленных 14 статей дальше интересная была работа проведена и мы продолжили в этом году я ее пока в электронных торгах в технических как бы заданиях прописал в этом году только торги прошли работа начнется а пока я покажу что было проделано за прошлый год итак социально-информационная кампания реализованные в средствах массовой информации это телевидение сеть интернет радио печатные издания в период с 15 сентября по конец 14 года было направлено информирование населения о факторах риска для здоровья формирование мотивации к ведению здорового образа жизни состоялось всего вы видите 3578 выходов на теле радиоканалах что позволило практически охватить 82% активного населения республики дальше размещение информации на 140 мониторах в метро города Казани проходило также под Всемирный день борьбы со СПИДом количество выходов вы видите значит что позволило охватить по данным пассажиропотока более 345 тысяч тех которые прошли через этот транспорт внутри установлены перед поездами мониторы самих значит поездах мониторы где крутят наши фильмы и эту работу я должен продолжить в этом году торги как бы уже прошли сейчас контракт подписываем дальше издана полиграфическая продукция 28 наименований с общим тиражом 131 700 то есть здесь все представлено нашей разработки я насколько знаю мой шеф привозил уже уроки для взрослых правда она молодежи не касается но она надо было наверное прихватить если есть интерес я размещу ее на сайте брошюру так наверное для вас интересно будет то что не везде это проходит спортивная инфраструктура я показал на этом слайде у нас прошла в тринадцатом году универсиада и очень много работы мы проделали то есть наш центр по борьбе со СПИДом в этом и вот я тут на этом слайде показал к чему все шло но самое главное интересное что вся эта база которая спортивных объектов была построена в Казани она теперь используется школьниками юношами студентами для того чтобы заниматься здоровым образом жизни даже взрослые если нужно ходить на бесплатной основе включает бассейн и так далее но теперь вот самое интересное наверное да я хотел с этим слайдом сразу показать что у нас в этом году в июле мы готовимся к чемпионату мира по водным видам спорта я скажу что нужно делать и готовим сразу уже 18-го года чемпионат мира по футболу и так вот что мы проделали во время проведения универсиада проделали конечно очень большой но раз мне выделили 15 минут ушел до того что можно было во время подготовки проведения универсиада 13-го года в республике был реализован проект игры во имя здоровья игры во имя жизни так назывался этот проект направлен на снижение риска ВИЧ-инфекции в пропаганде толерантных отношений к ВИЧ значит ну что можно было бы сказать мы раздавали информационные обеспечивали там ведь спортсмены волонтеры милиции кого-то там общепит со всей России собрали и жили в пригороде в Казани в общежитии где угодно кругом мы раздавали средства предохранения кроме буклетов и всего наглядного материала теперь интересное мероприятие которое мы провели теперь день с красной ленточкой на универсиаде 2013 информационной сессии в которых приняли участие более восьми тысяч человек гостям универсиады волонтерам спортсменам было раздано вот я показал здесь количество информационных материалов и профилактических стикеров флайеров презервативов самое главное что просили презервативы каждый день и вот к чему в итоге этаж в пятнадцатом году в Минздраву планируется реализация совместного профилактического проекта драйв цепли то есть легкой воды в период подготовки к проведению шестнадцатых чемпионатов мира финала по водным видам спорта в Казани при участии регионального офиса объединенной программы ООН по ВИЧ-спиду ЮНОВИЦ для стран Восточной Европы и Центральной Азии что мы планируем в рамках проекта запланировано экспресс-тестирование на ВИЧ посетитель специального павильона то есть у сорокатысячного стадиона будет стоять где будет размещен большой бассейн значит там будет стоять специальная палатка ее уже выделили значит по ЮНОВИЦ будут раздаваться материалы серии культурных информационно-профилактических мероприятий и самое главное мы опять приглашаем известных спортсменов и послов доброй воли представители также шоу-бизнеса они у нас как бы известные певцы будут принимать участие в этом деле работа уже ведется с начала года то есть вышли уже на прямую 24 июля мы стартуем вот пожалуй наверное у меня все если будут вопросы так этот мужчина исчез я вот с позволением Борисы у меня сам начинал а вот технарь который обещал мне помочь вот никуда я видимо как выйти а вы еще там заправили еще ваше фильм тут он туда-то сбросил я даже не посмотрел не можно в конце да если есть вопросы я пожалуйста коллег спасибо большое за такое прекрасное выступление что такие модели к сожалению не во всех регионах есть я представляю цинкоследования проблем взлетания ручная федерального уровня поэтому мне известно что делается на федеральном уровне я у вас увидела один очень хороший слайд где было написано что вы работаете с ВИЧ-позитивными людьми и вот скажите пожалуйста какие проблемы вы выявляете и вообще известна ли вам у ВИЧ-позитивных обучающихся и как вы справляетесь именно с учетом вот этой модели межведомственного взаимодействия ну как уже было сказано в министерстве молодежи существует в основном естественно он учащийся и нуждается в дальнейшем ведь учиться он-то и не может в трудоустройстве и подготовить к степени розы ветров она у нас существует при Минмолодежи совместно с нами у нас есть психологи значит выходят в эту розы ветров кроме этого у нас есть некоммерческие общественные объединения их у нас сейчас на сегодняшний день 12 которые активно работают более того я хочу добавить при самом центре у нас существует форум созданный уже четвертый год форум для ВИЧ инфицированных и по контингентам для женщин беременных отдельно для наркозависимых отдельно и так далее они разные по формату и в каждом формате раз вкладывал обязательно форум реализует свою работу совместно с Минобразованием также в различных акциях мероприятий все ведь не учтешь здесь не скажешь участвуют специалисты ото всех и наркологи и дерматоминерологи то есть все представители медицины я отвечаю за медицину значит а этап согласования то есть я хочу сказать вот мы берем на себя функцию центр по борьбе со спиной берет функцию наш главный врач является секретарем межведовственной комиссии значит мы выносим вопрос на заседание Кабмина все первые лица то есть отраслевые министры включая МВД включая Минюст и так далее сидят раз фарта заслушают тот или иной вопрос а потом ставят цель и задача вы говорите об общей модели и в лучшем стороне а я говорю если идти от личности есть элементы стигмы и дискриминации в этом как относятся может быть педагоги к такому ребенку чувствуют они что делать педагоги если конфликтная ситуация да я ваш вопрос понял я вначале если вы прослушали я сказал я привез с собой на флешке целый курс обучения он у меня в кармане обучение кого обучение педагогов обучение педагогов зам директора по воспитательной работе и так далее там целая курсовая тематическая подготовка значит приглашают опять же на эти уроки эту программу реализует я сказал институт повышения квалификации или сейчас называется университет куда приглашаются наши специалисты также проводят тематические можете по миру сказать если она стоит кто у вас институт повышения квалификации заниматься вот не могу лично сказать бачкаева татьяна игоревна наверное спасибо дело в том что многими вопросами занимаюсь к примеру международной организации труда совмест с профсоюзом вот я недавно проводил с ним работу здесь цена правильного задаете о другом о другом я понял еще маленький вопрос вот вы коснулись об образовании и вы как показали потрясающие формы взаимодействия но тоже вопрос вы говорите там будет подготовили методические материалы подготовили видеоролики я хочу вот узнать а проводилась ли какая-то экспертиза вот этих методических материалов программ вам задали вопрос но я уточняю если какая-то экспертиза была на материалы на цели учащихся было ли экспертиза видеороликов материал методических тоже важен я понимаю что вы идете с позиции медицинской модели профилактики потому что в то же время мы понимаем медицинская модель профилактики есть мы идем на цели не но он разработка программ которая была в 2004 году там есть целый ряд еще сейчас я ничего не говорю там я хочу сказать в пособии целый перечень известных лиц в качестве рецензентов и те которые готовили в качестве тех фильмов которые прежде чем запустить в сеть или на телевидении у нас работает юридическая служба которая допускает все ненужные элементы а так фильмы они не такие уж и длинные трехминутные экспертиза экспертиза фильмов как таковой я буду говорить сразу не было значит на усмотрение специалистов в области медицины так и что-то знаем и что-то видим значит кроме юридической повторялись службы значит наверное в роли экспертов сами выступить спасибо я согласен полностью контакт у нас как таковой с министерствами присутствует есть когда доходит дело до тем что-то мы подключаемся ну вот узкого так планомерно каждый день ну еще точки роста развития я понимаю я очень хорошо знаю республику татарстад потому и не могу порой ответить за действия министерства когда я как раз я не не могу талант прежде всего сам по сценарии там поэтому есть кроме вас а мне важно если это система вот экспертизы материалов методических информационных могу сказать могу сказать по-другому есть такая международная организация труда штаб-квартира в Женеве она имеет отношения по их заказу я выполнял работу в качестве консультант при создании фильмов и потом экспертизу проходили в Женеве могу сказать так что мои фильмы которые в основу уроки для взрослых она на них создала и на моем мультике создала свои фильмы это Екатерина Иванова я надеюсь вы ее знаете так что наверно если плохо делали наверное наверное вот вот эти просто если говорить о фильмах Минобор нам их не заказывал моя как бы ноу-хау 12 фильмов которые пошло и пошло концепцию разработали концепцию министр утвердил и начали работать но так как все таки все таки я хочу добавить что последнее время у нас страдает население старше 30 понимаете у нас его больший процент этого теперь растет и растет и гетероскесуальный путь вырос до 66 а наоборот все это у нас молодежи сейчас падает в результате хорошо проведенной видимо работой я так хочу акцентировать поэтому мы сейчас усилие бросили туда а через 10 лет будут здесь парни нет я думаю справимся здесь у нас да все спасибо вообще работа такая большая профессиональная большая работа с большая с довольствием мы не деляемся потому что на нас очень важно как перспектива поэтому двигайте никуда как пожелать конечно если вы какие-то на конца сече до сих пор не не время 11 а мы уже 45 минут Татьяна Юрьевна вы у нас поправляете следующий я спасибо Татьяна Юрьевна заместитель проекта на научной работе федерального центра исследования проблем воспитания формирования здорового возложения профилактики наркомании социально-тереологической развития спасибо большое за предоставленную возможность выступить спасибо ведущему выступающему действительно было очень интересное выступление и к сожалению как я уже сказала не каждый регион у нас может похвастаться вот таким международным взаимодействием такого уровня поэтому еще раз вам огромное спасибо что вы приехали и вот на всероссийском уровне об этом заявили скажу два слова о нашем центре возможно многие здесь присутствующих либо посленно знали что мы делали или послышали о нас не буду сейчас говорить об актуальности то есть наш центр стоял он курировал на федеральном уровне у нас проект здоровья в 2012 году беспрецедентный для системы образования проект когда было обучено около полмиллиона человек на момент на очень жатые сроки охвачено более четырех тысяч образовательных организаций конечно эффект был колоссальный и в тех регионах в которых мы спустя полгода смотрели результаты остаточные знания тех субъектов воспитательного воздействия которые были охвачены охватывали педагогов обучающихся и их родителей и конечно у нас были получены очень хорошие результаты дали хочу сказать что конечно вот таких проектов как был реализован в 2012 году к сожалению у нас сейчас не планируется но центр поскольку научный и может быть вы уже слышали что прошла информация что действительно центр находится в реорганизации но тем не менее мы остаемся мы никуда не гибаемся на федеральном уровне кроме того у нас есть вторая организация которая также участвовала в реализации нацпроекта здоровья в 2012 году это межрегиональная общественная организация содружества организаторов воспитательного процесса за которой тоже стоят наши специалисты очень грамотные специалисты и ученые с мировым именом так вот мы продолжаем изучение этой проблемы и хочу сказать что буквально за истекший период мы провели исследование и поставили свою цель выявить те проблемы профилактического образования которые сейчас существуют на федеральном уровне при этом под профилактическим образованием мы понимаем как комплекс всех профилактических мер направленных на всех субъектов учебно-воспитательного процесса по профилактике ВИЧ в системе образования конечно отталкивается от того понятия которое ЮНЕСКО но более конкретизируя именно те направления которые закладываются сейчас и определяются требованиями современных так так настоящий момент я забываю включать так а как же мне тут челкать и не стрелять все уже так вот что мы выявили что основными направлениями профилактического образования в настоящий момент выступают повышение уровня знаний в области почти формирование устойчивой положительной мотивации к здоровому образу жизни формирование навыков противодействия рискованному поведению и дополнительная работа с целевыми группами требующими особого внимания дети находящихся в трудной жизненной ситуации дети и подростки с отклонениями в поведение дети инвалиды дети затронуты ВИЧ-инфекции другие категории требующие внимания также одаренные дети реализация профилактического образования сегодня является обязательной для всех образовательных организаций субъектов Российской Федерации наше исследование показывает что сегодня создана достаточно нормативная и методическая база профилактического образования но несмотря на созданные условия проблема остается актуальной мы поставили себе цели изучить с чем связано почему же проблема у нас настолько актуальна и почему у нас очень много различных прорехов в этой системе мы изучили то есть в нашем исследовании приняло участие более 8000 человек по всей России но нами с учетом данных отхвачены были 1145 человек из числа обучающихся родителей специалистов анализировали мы эти 1145 человек из 10 регионов России с разными типами поселений что очень интересно нам дало интересную картину это городские сельские поселения мы изучали условия образовательных организаций и реализацию у них профилактических мероприятий с разными экономическими этническими и другими условиями то есть в исследовании приняли участие субъекты так вот в качестве основных аспектов для анализа нами были выданы информированность обучающихся их родителей и педагогов о проблеме ВИЧ-спида то есть это осознание важности проблемы знание терминологии необходимое знание о вирусе и путях его передачи информированность об источниках получения требованной информации о ВИЧ и так далее отношение к собственному здоровью понимание ценности здоровья отношение к здоровому образу жизни и другое следующим аспектом стало отношение к рискованному поведению то есть что субъекты понимают под рискованным поведением как относятся к зависимому поведению и к людям зависимым поведением тоже немного важно следующим как бы направлением нашего исследования стало отношение к людям с ВИЧ то есть направление стигматизации дискриминации и так далее высокий уровень максимальности осознанность участия в профилактическом образовании то есть знание о проводимых программах как в конкретно образовательной организации наличие мотивации включенности процесс профилактического образования а также доверие специалистам его реализующим так вот я вкратце я понимаю что мы уже все регламенты прошли поэтому я постараюсь крафт чтобы было понятно достаточно интересные данные получились что конечно управление ВИЧ-спида знают 100% респондентов в качестве основных источников информации они называют телевизионные передачи рекламу 98% обучающихся 70% родителей 56% педагогов на это указали вторым источником сведения ВИЧ-спида является информационная агитация учреждений системы здравоохранения настенные плакаты информационные бюллетени и так далее то есть у нас информационное направление достаточно хорошо работает в плане распространения информации о том, что такая проблема есть а не уже по пунктам я как бы уточню потому что дальше мы уже изучали по конкретным направлениям по путям передачи и по другим и там немножечко другая картина была здесь только о самой проблеме все знают но почему-то педагоги 56% только сказали что у них из телевидения наверное тоже понятно почему изучение отношения к собственному здоровому здоровому образу жизни показало что респонденты всех категорий отметили важность соблюдения режима дня правильного питания физических нагрузок полного отказа от курения отказа от употребления алкоголя при этом более половины всех окрошенных ничего не делают для поддержания своего здоровья по их словам изучение отношения к рискованному поведению показало что конечно корреспонденты всех категорий они ну как бы под рискованным поведением прежде всего понимают какие-то негативные последствия для здоровья безопасности влияние на различные другие сферы жизнедеятельности и так далее интересно что обучающиеся у нас указали что как бы рискованное поведение для них это все-таки больше зависимое поведение и полный комплекс того как они видят что может как бы негативно отразиться на их жизнедеятельности в результате зависимого поведения компьютерных игр наркомании и так далее и вот кстати отвечая на вопросы конечно большинство сказали что они посещают спортивные познавательные секции различные фазитативы и так далее но тем не менее вот из всей этой группы выделилась часть людей достаточно большая которая указала что один-два раза в месяц прибегают психоактивным веществом к сожалению и таких оказалось 28 процентов школьников и 72 процента студентов просто ужасные такие данные потому что больше половины студентов говорит о том что один-два раза в месяц прибегают к психоактивным веществам а под психоактивными они что ну вот их словами это травка соли легкие наркотики такие данные свидетельствуют об актуальности вот такого направления как профилактическое образование именно в системе образования но при этом 16 процентов руководителей только сказали что в их образовательных организациях реализуется системная и планируемая деятельность по именно этому направлению потому что в четверти образовательных организаций такая работа проводится в рамках профилактики отклоняющегося поведения в том числе зависимого половина указали на эпизодический характер проводимых мероприятий какие-то акции у нас сейчас тенденция пошла провели акцию и поставили галочку все провели профилактические мероприятия и вот как у нас есть там 1 декабря борьбы со СПИДом провели международный день борьбы с наркоманией курением провели три галочки поставили отчитались мы работаем права на же нас планируемое каждый год из года в год проходит все а вот именно такой которая была бы начиная от момента поступления ребенка в систему образования и до момента его выхода из тем действительно тогда это было пролонгировано проработано целенаправленно но к сожалению ни в одном регионе по такой тенденции мы не нашли есть отдельные где отдельные программы что то делается медицина что то делается психологами а совместить в рамках одного образовательной организации куча всяких профилактических программ. Отдельно по профилактике девиантного поведения. Отдельно по профилактике ВИЧ поставили галочки по акциям. Отдельно по профилактике наркомании. То есть все отдельно. Отдельно по профилактике суициды. Сейчас у нас Министерство образования на этом настаивает. Все это разделили. И в итоге у нас идет разброс наших кадровых ресурсов на что-то и невозможность... невозможно это просто все сделать качественно если это нужно все объединить собраться и на уровне чего вы прекрасная модель есть на уровне прекрасно но эти все-таки от личности от конкретного и смотреть что конкретной личности и модель строить от личности и далее и тогда мы сможем все программы собрать наверное одну и сделать это таким образом чтобы это было именно цель направлено на конкретную личность вот извиняюсь так вот изучение отношения к программе употребления психоактивных веществ респондентов разного пола выявила некоторые различия во время досуга к употреблению психоактивных веществ более склонны обучающиеся мужского пола а в отношении к другим лицам употребляющим психоактивные вещества более категорично обучающийся женского пола причем у нас выявилась среди всех респондентов как обучающихся так и дорогах родителей группа достаточно большая группа которые просто неприемлемы ничего что связано не с речи инфицированными не созависимым поведением это была достаточно большая таковы просто всех ненавидели так вот при этом большинство обучающихся отмечают возможность под воздействием психоактивных веществ развития различной ситуации рискованного поведения прежде всего сексуального контакта ситуация принуждения к сексуальному контакту сексуальный контакт с несколькими партнерами и так далее и особенно вот цитирую слова это происходит в местах большого скопления молодежи прежде всего это клубы различные рок-фестивали и так далее форум и так далее то есть очень много так вот при этом вот это вот кардинальное как я уже сказала неприятие некоторыми субъектами профилактического воздействия как зависимого так и других видов отклоняющихся поведения проявляется в отношении к таким людям их осуждают высказывает мнение что мы сами виноваты в своих проблемах и так далее и вот это конечно влечет за собой такое особенное отношение к людям свеч мы выявили что во все прошли обучающиеся нам указали что сто процентов все вич позитивные люди нуждаются в сочувствии жалости состраданий но питаться в общественной столовой свечинфицированной согласны только 9,8 процентов родители несмотря на отсутствие опыта взаимодействия то есть оговорить что в тех образовательных организациях нам никто не сказал что у них есть опыт общения с позитивными людьми и вот родители несмотря на отсутствие такого опыта сказали что они могли бы общаться работать 84 процента почти 85 процентов сказали но при этом 95 процентов говорят что своему ребенку они бы запретили общаться если бы узнали что в классе есть личинфицированный ребенок или он каким-то образом за тонкой этой проблемой то есть если есть личинфицированные родители и близкие педагоги отметили необходимость обязательного раскрытия нет нам надо обязательно чтобы знать что в нашей образовательной организации есть личинфицированная мы спросили зачем вам это знать вы как-то будете по-особенному относиться для чего вам это знать что они нам на это сказали что да нам это надо для того чтобы избежать заражения других чтобы отношения между людьми были более откровенными знать как вести себя в таком коллективе ну вот 18 процентов практически педагогов сказали что против расстрелить штатуса по причине возникновения возможной паники в коллективе и конфликте между здоровыми участниками и вич инфицированными учебной рабочей группы здесь сразу скажу что вы наверное заметили я не использую понятие толерантность мы очень долго проводили исследования анализирует почему потому что как не присутствующим здесь представители медицины здесь нашел толерантность например на медицине обозначать не воспринчивость и поэтому по отношению к людям о положительном отношении но нельзя использовать такой термин мы посмотрели как это смотрится в других науках психологии педагогики пришли к выводу что данный термин он имеет все таки более нейтральный окраску и мы ввели в 2014 году термин проксимальность который ранее никогда ни в педагогике ни в психологии не использовался он активно используется вы знаете в медицине он используется в математике для обозначения близости двух точек и он используется в социологии как для обозначения процесса распознавания с вами вот мы под проксимальностью понимаем свойства личности легко признавать другого человека своим стремиться понять принять свое окружение и оказать для необходимости его помощь вот активно сейчас используем полнометии далее что мы еще выявили мы выявили что вот несмотря на то что работа вроде бы идем ведется в образовательных организациях даже там где продолжается реализация тех программ разработанных в рамках нас проекта здоровья двенадцатого года какие-то регионы продолжают по наитию их реализовать кроме того есть регионы которые ведут собственный программ тоже это все идет и даже в тех образовательных организаций выявляются педагоги и родители обучающих которые не знают что в их организации такая работа есть они не знают что они при этом сто процентов говорят да лекции проводятся мы слышали мы видим плакаты мы видим акции ну вот прям чтобы это была профилактическая какая-то программа мы об этом не слышали у нас мы столкнулись с этим в двенадцатом году да Владимир Владимирович когда у нас некоторые регионы из спид-центра у нас позвонила коллега в одной из образовательных организаций которая участвовала в этом проекте а там ей сказали что нет у нас нет такой программы пришлось ехать собирать представители образовательные организации родителей представители спид-центра и других ведомств для того чтобы рассказать коллеги давайте мы же не против мы со всеми кстати в двенадцатом году у нас очень хорошо сработала на федеральном уровне модель международного взаимодействия тогда благодаря Александру Тимофеевичу мы очень активно подключили спид-центры из разных регионов мы запустили вместе с нашими программами предложение в спид-центр в классе спид-центр ушло письмо для того чтобы они каким-то образом включились в эту программу где-то откликнулись где-то посчитали что не знаю может быть не совсем компетентные люди решили этим заниматься а кто-то решил что они сами достаточно хорошую работу ведут не везде но в тех регионах где это сработало кроме того у нас очень хорошо в республиках Северного Кавказа привлекали муфтиев то есть у нас не только муфтиев у нас фароклавная церковь работала в некоторых городах то есть у нас регионные конфессии тоже сыграли представителей конечно еврейского общества не было удивительно что они тоже участвуют хорошо что пригласили вчера был достаточно молодой человек очень интересно сказал но вот это как раз таки то что он вчера говорил его незнание о том что делать в системе образования и говорит о том что они немножко отстранены они делают свою работу в своих школах а не выходят дальше не выходят дальше не работают со всеми остальными вот мы открыты я еще раз говорю повторюсь мы открыты к любому общению ходим стучимся везде работаем очень активно со всеми международными организациями конечно то что делает и ЮНЕСКО и все остальное нам известно последняя очень большая конференция проводилась ЮНЕСКО в Стамбуле в феврале месяце где я была и кстати там должно быть должен был еще представитель здравоохранения почему его там не было я не знаю было очень приятно видеть представителей других стран в Беларуси ходили в паре специалисты не здраво и специалисты Минобора они рассказывали прекрасные вещи как они работают другие как у нас там были все страны СМГ практически все страны СМГ ну просто смотришь и любуешься а само мероприятие было организовано ЮНЕСЕФ европейским отделением ЮНЕСКО ВОЗ европейским отделением и там еще рядом международных организаций сейчас не буду все перечислять вот когда мы стали представителем ВОЗ разговаривали вы знаете вот на работу у нас есть здравоохранение какой-то институт но вот дальше почему-то они к вам не пускают вы не выходите но они так пишут на Министерство образования и там все зависает вот еще раз повторяю что хоть мы и под эгидами Министерства образования но сами пытаемся стучаться во все двери вот стучаться просто поэтому готовы коллеги если вот есть что-то такое где мы можем принять участие на международном уровне пожалуйста обращайтесь с успением участия так вот дальше что я хочу сказать а и вернусь к тому что не все знают о профилактическом образовании только половина родителей мне сказали что они в своей образовательной организации слышали о том что проводятся какие-то профилактические программы при этом родители отметили что их дети и так хорошо ориентируются в проблеме эпические 7% на это указали они с ними проводят сами все беседы профилактические 85% это сказало и сами же указывают что только 15% имеет дома специальную литературу все знаем от рождения возвращаться к специалистам так вот выявлено что вопрос участия в организации профилактического образования разных специалистов и уровень доверия к ним в субъектах профилактического воздействия тоже далеко не однозначен то есть да у нас субъекты профилактического воздействия у нас бесспорно доверяют у нас бесспорно доверяют психолога но у нас не доверяют педагогу наши субъекты я не буду цифру сейчас просто возгрузить ну вот такая тенденция и самое что удивительное для нас было что волонтерам в том числе следственникам доверяют только 9% хотя мы прекрасно знаем как у нас работают проекты равные обучают равного значит что значит они идут туда потому что это интересные мероприятия в них участвуют но той информации которую им дают волонтерам не совсем доверяют вот такие вещи и конечно вот эти вещи да они требуют вмешательства психологической службы так вот что мы выявили какие трудности профилактического образования мы выявили это не готовность целевой группы воспринимать информацию в силу определенных стереотипов мышления сложившихся в том числе регионы нежелание и не готовность родителей распространять полученные знания и опыт среди своих детей и их следственников то есть по их словам это неудобно неловко обсуждать такого рода проблемы со своими детьми наличие стереотипов у некоторых родителей что профилактика вич одновременно привлекает внимание детей к запретным темам и может вызвать повышенный неинтерес к проблемам сексуальности и так далее неготовность обучающихся распространяет полученные знания и опыт то есть это отсутствие опыта публичных выступлений прежде всего и умение простым языком донести научную информацию что вот как бы и важно именно при реализации обучения по принципу равное обучает равного низкая устойчивая во времени мотивация родителей да и не только родителей всех субъектов но и родителей в большей степени на участие в профилактических мероприятиях то есть пока пришли красиво специалист рассказал о том для чего это надо мы включились мы работаем прошло время ушло все на второй план какие загруженность на работе какие-то домашние проблемы и все у нас родители не особо хотят принимать участие отсутствие поддерживающей профилактическую среду деятельность что снижает мотивацию дальнейшему обучению при длительных перерывах между программами да к сожалению прошла программа забыли эффект снизился информированность наличие выявленных трудностей профилактического образования обуславливает необходимость учета при организации вот различных психологических аспектов которые можно донести и можно подключить к профилактическому образованию и дарить возможность дает скобот федератическое сопровождение профилактического образования нами была такая программа разработана опробирована и дала очень большие результаты не буду рассказывать о том как это делалось и в силу украинственной степени скажу только о некоторых вещах например как это работало чтобы проиллюстрировать вот например одно анкетирование позволило выявить некоторые сложности и особенности ступимых которые присущи как были присущи как экспериментальной так и контрольной группы например сравнение результатов полученных в образовательных организациях с разным разделением национального состава позволило показало что в образовательных организациях с мононациональной средой то есть это большинство образовательных организаций отдельных отдаленных регионов например республик северного кавказа угроза по сравнению вич оценивается как незначительно то есть 95 процентов в моносреде считают что эта проблема им не угрожает в населенных пунктах сельского типа преимущественно тоже это мононациональная и кстати конфессиальная тоже выявлен низкий уровень заботы о собственном здоровье ну может быть это не потому что это моносреда а потому что все-таки сельское они считают что у них там все здорово в отличие от города и заботиться о своем здоровье совсем не надо не буду сильно грузить какими-то научными данными в двух словах скажу что в процессе изучения выявления значимой корреляционной связи выявлены связи между монополи национальной следой и отношением к людям свеч монополи национальной следой и мотивации к участию мероприятий проводимых рамках практического образования сейчас я поясню что это такое и обратная зависимость между монополи национальной следой и включенность в образовательный практический процесс также выявлены связи между информированностью о вич и проксимальностью к людям свеч то есть выше информированность выше проксимальность то есть положительное отношение к людям свеч то что под информированностью мы понимаем не метод предоставления информации а именно наличие знаний у субъектов политического воздействия на уровне средней значимости выявлены корреляционные связи между мотивацией к участию и отношениям к людям свеч значит что это по русскими словами у нас моно среда моно национальная моно конфессиальная среда отношение к людям свеч негативное поле оно более положительное то же самое у нас выявлено по национальной среде то есть монополи национальная среда мотивация к участию мероприятиях выше если моно то ниже обратная но я здесь просто знаю что могу сказать что поскольку они считают что для них эта проблема не существует да я все заканчиваю поскольку сейчас проблема для них не существует а поэтому они не мотивированы если почему у нас получилась связь информированности и а максимального отношения мы даем больше информации мы говорим что это такое мы говорим что это не опасно это учитывается в рамках психологического сопровождения все не буду вас задерживать если какие-то вопросы я готова ответить я извиняюсь я просто отвлеклась раньше поэтому не до конца даю вас свои мысли можно вопрос да конечно спасибо огромное мне очень интересное было ваше исследование это вот недавнее да свежее да 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 это уже я хотела спросить а какие рекомендации дали бы на основании этого исследования у вас есть уже какие-то разработанные рекомендации для региона какие вы имеете ну я имею ввиду что делать связи с тем что вот вы выявили вы же выявили ужасную картину да так вот если какие-то вас рекомендации то коммендации конечно вот я уже сказал что мы работали моделью психолога и технического сопровождения и в рамках этой модели отдельная мысль занимает модель межведомственного взаимодействия специалистов и там мы выдели не только государственные структуры не только государственные организации но в том числе и и и другие все организации, то есть разных ведомств, где чье место, таким образом, то есть где, если это медицина, то вы видели, да, что медикам больше доверяют про информацию, что такое ВИЧ, пути передачи, дальше, если это психологи, то здесь психологи что говорят, они говорят о том, как довести, чтобы это не страшилка была, которая давным-давно не работает, или, как сказал вчера, Владимир Валентевич, мне очень понравилось, либо хороший специалист сопровождал эту страшилку, либо так показать ее, что надо видеть здесь, а что надо, вот в таком ключе, это следует на разу, работа, просто эти материалы, они все есть... Какие материалы есть? По модели межведовственного взаимодействия? С точки зрения школы, точечное сопровождение, это вообще новейшее, я вам говорю, правильно? Спасибо. Нет, нет, подождите, Евгения Георгиевна, мне не хотелось бы, чтобы вы не получили ответ на свой вопрос. Нет, у меня вопрос такой, психологи кому они будут советовать? Они будут педагогом советовать, а педагоги будут потом с детьми работать? Вот вы неправильно поняли, почему вы это не понимаете? Значит, речь идет о том, что вот эта модель должна работать на уровне образовательной организации. В образовательной организации все это реализуется только через руководителя, правильно? Вот на уровне... Вы имеете в виду школу там? Школу, я говорю имя, ну школа, либо это... Ну, ну понятно, понятно, колледж-школа. Начиная от него, если человек заинтересован, кстати, наши и 12-го года проекты, и все остальные исследования показывают, что все говорят в школе, мы делаем это, если есть заинтересованность в управлении образованием, нам спустили, мы делаем, нет таких специалистов на уровне руководства исполнительной власти в субъекте, да никто это делать не будет, нет, ушли специалисты по ВИЧу, они занимаются наркоманией, деньги всем наркоманией ушли, или там какое-то другое, в суициды в очень случае очень активно это разбирать, понимаете? Что? Будет программа обратно вернуться. Вот, а я о чем я говорю? Вот почему, 16% только сказали, что мы заинтересованы, то есть руководитель должен в этом заинтересоваться. Значит, если вы приходите, вам надо заинтересовать руководителя. Если он не заинтересован, он так бесполезно будет скучаться, и никто вам не отходит. Почему мы говорим это на федеральном уровне? Мы говорим о том, что только Министерство образования может поставить задачу, каким-то образом это проверять. У нас вот с этого года, ну с прошлого, с конца, но мы только сейчас инструментарий пока разработали, запускается ежегодный мониторинг программ по ВИЧ-профилактике. Возможно, таким образом у нас организации начнут хотя бы понимать, что это надо делать. И надо идти не самим сидеть, болтаться, если мы не знаем, не понимаем, как это делать. Если не прошли специалисты, много осталось за рамками моего выступления. То есть мы выявили, что у нас единицы прошли обучение по этой программе. Те, кто прошли, они забыли, либо это как-то для галочки сделали. Не все специалисты-педагоги. Но в то же время и не все медики могут прийти и донести информацию. Они знают, но научить не могут. Я извиняюсь, еще минутка. Мы были вот в Минске, тоже ЮНЕСКО проводила. Там, правда, другая немножко была тематика. Была по профилактике жестокого обращения с детьми. Так вот, пришла женщина, представитель ЮНЕСКО, которая сама, причем она, я сейчас не скажу откуда, потому что как-то это уже в конце было. Рассказывала, показывала вещи. И вот знаете, система образования была представлена. И все просто хватались за голову. Потому что формулировка сама была неграмотной с точки зрения психолого-педагогической компетенции. А эти специалисты ходят и педагогов учат. Понимаете? То есть пришли педагогов учить, которые знают. А у нас педагоги и так считают, что они все знают. Психологи в школах не нужны. Мы сталкиваемся с этой тенденцией везде. Понимаете? А если пришли еще медики, которые, извиняюсь, врачи, которые говорят, и педагоги, слушайте, что вы нам тут говорите, ерунду, вы хоть почитайте немножко психолого-педагогическую литературу. Никто это не воспринимает. Вот я о чем говорю. Что на этом уровне именно делать то, что мы можем. То, что врачи могут. То, что психологи могут. То, что педагоги. Мы понимаем, что психолого-педагогическая наука, она соединяется в едином, но это разные вещи. Это разные методы. То есть получается, что мы, в общем-то, используем просто то, что вот мы можем. То есть мы не можем никак сделать общероссийскую программу, Которая бы в каждую школу была внедрена и была бы обязательна, то есть это... Пока это не будет нам право. У Министерства образования разработана такая, типа, бай-модель. Задача у нас ставится в Министерство образования. Что? Задача перед вами. Ставим. Ставим. Нет, ну вот они... Я сейчас не могу... Министерство. Я же вам говорю, что я... Нет, они не ставят. Сейчас ушел Андрей Анатольевич, к сожалению. И у нас вот... Хорошо, как сделать так, чтобы... Ну вот мы написали... Что нужно... Так, чтобы... Дойдем к... А кто-то... Назали имя и сейчас надо давать. Назали имя. Это должно быть... Получиться. У вами подчиненные люди. Ну, да. Вы знаете, я почему-то говорю, что... Если это надо, на какие-то коллеги других ведомств приглашайте. Раньше был Андрей Анатольевич, мы ходили на межведомственные комиссии. Сейчас мне не... Не прекращать, мне кажется, надо ваше выступление. А вот сейчас как раз мы подошли к тому моменту, когда... Нужно не конкретно выработать, решить предложение, которое пойдет. Вот есть вопрос. И сейчас попробую, или вот это предложение как-то его, по-моему, говорит так. Озвучить. Да. С тем, чтобы вот это вот предложение есть. Ну вот я вот просто... Мне кажется, что надо прям конкретно включить, что должна быть разработана типовая модель. Мне же верно. Вы на самом деле не будете. Вы где тоже товарищи? Граждане, давайте попросим. Хорошо. А вас попросят пока не уходить? Да, нет. Да, да. Такая тематика, что очень редко бывает. Формулируйте более это самое. Я вообще-то, Галина Анатольевна, это все формулировала. Я не знаю, с чем она пришла. Мне? Да. Маленький вопросик. Произвучала такая фраза. Заинтересовать руководителя образовательного учреждения. Что вы вкладываете в этот смысл? Что значит заинтересовать? И второй коробкий вопрос. Вы сказали о том, что личностью, если заниматься именно ученицем, личностью нужно заниматься с моментом того, как он только поступил в это учреждение. Образовательное тоже. Хотелось бы услышать, что вы подразумеваете под этими фразами. Спасибо. Да нет, Саша, пока еще. Да, спасибо большое за вопрос. Немного с вас не видно, я хотела бы глаза смотреть. Так вот, что я подразумеваю под тем, что вы заинтересовались? Конечно, только руководителя. То есть вы должны прийти, если вы представляете... Образовательное учреждение как раз таки. А, вы директор? Нет. Не директор. А, то есть вы как ученера спрашиваете, как заинтересовались? Я как диригированный от директора, от руководителя. У вас директор не заинтересован? Заинтересован, но не знает, каким образом его можно заинтересоваться. А зачем? Нет, он заинтересован. Да, он заинтересован. Если, допустим, есть проблематика. Вот у нас Вера Владимировна занимается этим вопросом. Вот она вчера выступала. Конечно. То просто-напросто директор, главное директору не мешать. В первую очередь. И во-вторых, помочь вот такому начинаем. И все, а тут дальше коллеги поддерживают. И если уже есть, пошел, как говорится, со стороны учеников пошла поддержка. Все, это уже пошло. Уважаемые коллеги, смысл образовательного учреждения, как я поняла, все вкладывают. Но есть нет других образовательных учреждений. А мы их не разделяем. Я поэтому говорила. А почему вы говорите, что разве нельзя, например, в каких-то образовательных организациях, ну, предположим, там, не школах. Какие суммы вы имеете в виду? Какие организации вы имеете в виду? То есть это же все равно система образования. Почему нельзя? Задача есть, я сказала. Нормативка есть, которая обязывает проводить эту работу. Разработанная программа есть, зависит от специалиста, от директора. Если директор заинтересован, она начинает найти специалиста, который будет стоять во главе. Психолога поставить. И пусть через психолога это все идет. Вот вам сразу психолога и психологическое сохранение. Вот это заинтересованное. В каждом есть замдиректора по воспитателю. Да, возможно. В круг его, как говорится, более широк психолог. У него интересен. Социально-психологическая служба прекрасна. Это именно ее задача. Ну, в связи о личности поступившего ученика. Да, безусловно. Я с вами согласна. Потому что вы именно задаете вопрос, вы хотите слушать, что надо заниматься как можно раньше. Только делать это так? С нуля, вы сказали. Не с нуля. Ну, я сказала, система образования. У вас есть личность? Да, учащего, естественно. Нет, конечно, с учетом возраста, прежде всего возраста. Конечно. Но мы можем нам говорить о том, что надо заботиться о здоровье и начинать именно в этом возрасте так. Знаете, я опять вернусь к Стамбульской конференции. Извиняюсь. Выступал очень известный специалист из Нидерландов. И они рассказывали свою систему, как они работают по формированию здорового образа жизни. Он даже там такие вещи рассказывал. Там их половое воспитание на первом месте. И вот ему наши представители из Туркменистана, Таджикистана, мусульманских стран СНГ задают вопрос. А как? Как вы это ему все показываете, картинки и рассказываете? И зачем? У нас, конечно, не до такой степени. Но говорить о том, что надо делать для своего здоровья, надо начинать именно с такого возраста. Как питаться? У нас, родители, вы, наверное, видели три годика в Макдональдсе. О каком здоровом питании и вообще заботе о своем здоровье можно поговорить? Здоровое питание и сексуальное воспитание всё разное. Лидия, я готова в клубах пообщаться со всеми, извиняюсь. Спасибо большое. Мы, наверное, всех не успеем прослушать. Я всех прослушаю. Ну, не знаю, всех прослушать. Ну, 10 минут, а то, конечно, мы получаем. По 40 минут прямо идти саму спичит. Вот это у нас есть другая. Уважаемый наш правительственный вопрос. Коллеги, я буду... Вот, как я услышал слова регламента. Я постараюсь максимально быть корректным. Но я хотел бы, чтобы основные тассы, в секретарной точке. То, чего сказал, как раз, продолжение Татьяны Юрьевны. Потому что мы работали в тандеме. Под их организационным руководством федеральные центры исполняли программу, направленную на профилактику наркомании и пищи инфекции. Развитие инициативы при этом национальном проекте. Я уточнил вот этот год, который 12-й год, потому что он был последний, который мы говорим о совместном альянсе Министерства здравоохранения в лице Роспотребнадзора и, естественно, Министерства образования, где был вот этот полномасштабный огромный проект. Но я хотел бы сказать особенные моменты. Мы сейчас коснулись межведомцев взаимодействия. И наш коллега Сергей Михайлович очень здорово показал и рассказал, как оценили региональный опыт вот этого альянса взаимодействия учреждений спецентров и учреждений образования. Вот здесь мы говорим, как же межведомцев взаимодействовать? Возникает ситуация, ведь межведомцев взаимодействие даже строится по принципу дефицита. Я прошу вас, чтобы вы приняли участие в вашем профессиональном мастерстве. Вы пришли как профессионалы в одной области медицинской модели профилактики. Мы, как педагоги, которые педагогическая модель профилактики, воспитательная модель и прочее, понимаете? И вот здесь очень важно, когда мы говорим о создании каких-то огромных совместных программ, моделей программ, вот как раз здесь вот должно происходить. Почему? Потому что, вот вы рассказали очень много и будут наверняка еще рассказывать о большом количестве информационных баннеров и больших финансовых вложений в компании, видеоролики и прочее, прочее, но понимаете? И я сразу вам скажу, эффект будет 3 рубля. Почему? Потому что изначально не заложен вот то, о чем сказал Татьяна Юрьевна, это работа с личностью. Пока ребенок не станет субъектом, ответственен за свое собственное здоровье и готов, а субъект это тот человек, который начинает действовать и нести ответственность, вот до тех пор эти ваши программы не имеют никакого смысла. а это значит, что информационная часть, видео, середины средств, любые формы, ваша акция дохлая, если она не обсуждается, если она в вашем мероприятии что, не обсуждается, не высказывается отношение вот этой личности к данному мероприятию. Понимаете? Видеоролик, который... Мы считаем, что вот все куда-то можно в каком-то информационном пространстве и так далее. Мы выполняем задачу информирования, но информация не изменяет поведение. Не меняет поведение. Меняет поведение только когда я имею субъектное отношение. Поэтому и все информационные и медийные средства, программные средства должны строиться по этому принципу. Понятно, да? Ну и вкратце я теперь хочу сказать о том, что был вот этот проект реализован в нашем федеральном центре, Центральном и Дальневосточном федеральном отругах. Ну ведь 6 центров было участие в его реализации, но мы отвечали за два федеральных округа, Центральный и Дальневосточный федеральный. Это было задействовано, я не буду сейчас теоретически счастливать, вот 6 федеральных отругов, мы отмечали за Дальневосточники. И как раз вот была разработана программа, которая была направлена на мероприятие по приличной профилактике. И вот как раз вчера Попровский сказал о том, что, друзья, мы давайте так делать, чтобы программы наши были не только локальные, сейчас Татьяна Юрьевна рассказала, проводя мониторинг, что мы начинаем делить наши программы разнообразные, а дело-то единое, понимаете. Вот здесь как раз надо понимать, что вот межведомственное взаимодействие должно не распылять ресурс, а консолидировать ресурс, понимаете. А у нас программы отдельно как-то все идут, и туда выделяются деньги. Но мы сейчас видим, что было великое действие 12-го года, но это программа, и она уже, Татьяна Юрьевна рассказала вам о мониторинге, но я провожу мониторинг в тех субъектах, и тех федеральных, за которыми мы несли ответственность. Центральный и Дальневосточный федеральный, и коллега подходит, не буду называть субъекта, и рассказывает про свои тамбайки. Я говорю, как там ваши дела? И я понял, что они далеки от этой, сколько туда вложили денег, сколько туда педагогов, а нам не рассказывать про те программы, которые мы уже давным-давно узнали. Не то, что там не рекомендуем, вы говорите, а вы хотите качать и тратить деньги на это дело. И они же, и она же в высотах ответственной позиции, они же деньги тратят на программы снижения вреда, и так далее, вместо того, чтобы мы гнем. Программа снижения вреда, где в образовательных учреждений. Это уже умон не постижение. Я поэтому хочу сказать о том, что как раз была разработана вот эта программа, опираясь на концепцию примитивного учреждения в области профилактических игр в образовательной семье. Вот мы тоже проводили мониторинг. Вообще, люди, которые подходят, новая команда, они вообще даже не знают об этой концепции. 11 лет уже концепции профилактики укрепления психоактивных веществ. Вот уже она в 11-м году. 4 года прошла. До сих пор образование на этом уровне очень низкое среди наших педагогических коллективов. Но я хочу сказать о том, что была вот эта разработана программа. Все субъекты федерации, все субъекты, вот это я сейчас говорю, все субъекты получили эти материалы. Вот эта программа, как раз я ее и показываю. Она была направлена, разработана была и состоялась в нескольких разделах. Это работа с педагогами современной технологии и лично-профилактической наркомании и венчинке в сообразовательной среде в контексте тренингов федеральных государственных образовательных стандартов. Вторая, эта программа ориентирована была на обучение педагогических составов. То есть обучали педагогов. Педагоги эту ситуацию развивали дальше. И для учащихся средних школьного возраста в 8-9 классе будет следить за жизнь и здоровье. Это разработана программа. Для учащихся в профессиональных училищах и старших классов была разработана программа ответственного поведения и ресурс здоровья. Для родителей по работе с семьей была разработана программа воспитания ответственностью. Вот я все показывал, что эти программы. Для педагогов была отработана технология по разработке профилактических проектов, чтобы не только они использовали нашу практику, они разрабатывали на своем рабочем месте. То есть это было сделано. Следующим моментом, который для нас был важным, то, что мы говорим об экспертизе, был, конечно, большой авторский коллектив с участием всех федеральных центров. Большая команда была экспертов. И эксперты привлекались с высокого рамка из всех субъектов и федеральных округов. Все уважаемые люди, это целая армия экспертов. Это значит, что они проверяли эту программу, мы ее представляли, защищали и так далее. Она была разработана и отработана в всех позициях. Я уже вам нишку показал вот эти материалы, которые мы увидели. Что было еще важно? Разработан был и описан порядок получения согласия родителей на обучающихся занятия поднегласное время по наших программах. Это тоже было определенное наше достижение, потому что, ну, и по законам, и нам надо было привлечь родителей даже через эти мероприятия. Они понимали, на что направлена, вот мы говорим сейчас о мотивации. Как его замотивировать, этого родителя? Вот как раз это было, это, кажется, бланк, где они давали свое согласие, а это значит, что дети включались в эту программу. Вот, ну, мы уже сказали, что было 83 субъекта, было вовлечено, был этап обучения педагогов, восемь тысяч триста. И на счет второй этап, это подготовленные педагоги обучали 16 тысяч обучающихся, восемь тысяч родителей. Я думаю, это притча, это армия, которая и так далее. Все это было, ну, здесь это данные непосредственно по округам. Был через портал, значит, разработана технология. Они все получали, все зарегистрированы. Это дало возможность, чтобы каждый участник, каждый участник, вы поняли, каждый участник, и вот эти все тысячи педагогов, они все зарегистрированы на портале, и все представляли туда отчетные материалы, размещали свою отчетную информацию, получали методические материалы. Все время это было в онлайн-мониторинге. И вот это, конечно, онлайн-мониторинг до сих пор позволяет провести нам ситуацию мониторирования. И мы уже видим, кто выпал, кто обновился, кто включился. Это тоже для нас очень важно. А это значит, что мы работаем в единой концепции. Понимаете? Единая концепция. Это значит, те ребята, которые сюда не включились, но опять же, как большая акция состоялась, а дальнейшего пролонгации-то нет. Вот это вот, к сожалению. Но это просто механизм взаимодействия, как это все осуществлялось технологически. Мы говорим о... Сегодня наши коллеги, мне очень приятно видеть, наши коллеги, они участники наших инновационных площадок, поэтому говорим. А как замотивировать? Вот как мы говорим, проделить короб. И здесь важно, когда появляется координатор. Мы ведем в федеральный центр с 2100 года инновационной площадки в городе Москве. То есть я сейчас не буду там какой-то в больших территориях. Почему? Для нас это важно, потому что Москва, вот мы тут рядом, мы их, вот они на коротком полоте, мы можем с ними взаимодействовать всегда. А это значит, что отработана модель, когда появляется координатор, у нас выкупа образовательный учрежденок, и все ответственные инновационную деятельность. Это вот может быть психолог, ассоциальный педагог, понимаете? Не директор, он понимает, что нужен человек, который в теме, в контексте, вот вы сегодня сказали, что у Владимира, ну вот она, педагог, но она координирует эту деятельность, где у себя в образовательном учреждении. И другие, потому что они владеют этой информацией, они обучены, они понимают, что как надо этот ресурс удерживать, и фактически складывалась команда. и наш принцип был, обучать вам, когда педагогов, не по одному, как нам, Минздрав, значит, вот давайте охватим всю страну, но по 2 рубля, мы говорим, нет, лучше пусть будет это меньше учреждений, но будет, по количеству людей мы обучим, но команда не менее трех человек, да? Но мы даже брали пять человек, а это значит, что они складываются. И вот я тебе рассказывал, где получалось, а это уже вот на уровне образовательных учреждений, где для галочки, они говорили, да, все нормально, мы направили. И по 2 человека отправили, я говорю, ребята, все это умрет. И так и произошло. Где было там 3-4-5, там удержалось 2-3 человека, они продолжают эту работу, они стали субъектами своей деятельности, они разрабатывают инновационные программы, дальше двигаются. Мы же и как учили, что надо делать свое, вот она матрица и так далее. И вот тогда происходит координация этой деятельности. И эта программа развивается. И, естественно, ну я уж не буду, особенно как структура программы, то есть, опять же, информационно-мотивационно. Видите, какой вам может быть у нас? Мотивационный, как? Человек разомотивирует. И, конечно, технологии интерактивной работы, технологии проектирования, потому что мы понимаем, жизнь меняется, динамично, сейчас какие-то не хватает, мы не можем на всякие чихи делать, мне подходит коллега, а вот как для детей с 9, а как для детей с открытого типа? Ну мы все, я, ребята, у вас есть какие-то, просто разные педагогические условия, а личность, одна и та же, да, если у нее есть аддикция, так у него есть аддикция, понимаете, если у нее нет, у нее другая, надо не забывать про личность, поэтому вот здесь, к сожалению, они улетают. и понятно, что обеспечивая их технологически, естественно, у нас в устройстве программы вы можете все это найти, я не хочу тратить это время, программа обучаясь в педагоге, вот это было и фактически 11 тем, значит, по всем этим технологиям, как я уже сказал, были программы ориентированы на учащихся разных возрастов и разных классов, их содержание программ, понятно, что вот они там тоже структурированы, я тоже не буду тратить время, которые, видите, как найти свое лицо, он должен понять, вот она уже формирует субъектность, где я есть, то я есть, сама по теле заработаю, я развиваюсь не сам, а не в обществе, значит, с кем я общаюсь, управляя свою чувственность, потребности и зависимости, вот здесь возникает ситуация, вот эти незримые угрозы, иммунитет его значения, ценности здоровья, морально-идрансной жизни человека, в моей жизни, и так далее, где у нас уже включаются вот эти, значит, и там религиозные все вхватки, ради Бога, любая ситуация, тогда оно будет уместно, уверенность, позиция, где я должен определяться, и реализую себя, люди равных возможностей, вот это то, о чем мы сейчас, как и просимали, сказала Татьяна Юрьевна, ну, так сказать, мы понимаем, что он должен понять, как бы мы это слово не назовем, мы понимаем, что есть люди разных возможностей, у людей разные, есть ситуации в жизни, его жизненные перспективы, потому что он развивается, это требование, то же самое программа, ориентированная на родителей, воспитание ответственности, ну, и вот я говорю, потому что уже, фактически, для нас, российская академия образования, дала отзыв на нашу программу, это вот, у ФСКН России, тоже дала отзыв на программу, то есть, мы утверждаем все, надо же тоже иметь некий политический ресурс, чем было нам интересно, что у нас были масса тематических видео уроков для родителей, это все они материалы получали на DVD диске, и в интернет, ну, они были обеспечены все, и фактически, там есть этот, весь этот материал, как семейная гостиная, на многих сайтах, я просто не буду же всех, у нас все участники, они были, было как партийное задание, вы должны разместить материалы, приоритет национального проекта здоровья на ваших сайтах, на сайтах образовательных учреждений, участников, и для нас это было тоже что, великая вещь, потому что там было программы, концепции, материалы, лекции, видео лекции, все оно размещено, для нас это было великая, религация, вот это та семейная гостиная, вот пожалуйста, они выходят, могут прослушать, как семейная гостиная, вот это наш творческий альянс с Центром Беспит, как раз, у нас было международное взаимодействие, противопадки, его для участников было, познакомьтесь, найдите ваши спид, педагогов говорили, ребята, установите контакт, было партийное задание, то же самое мы отправили во все спид-центры, информацию о образовательных учреждениях, участниках этой программы, то есть, ну, как лице, в одни ворота забросили, а чем другие, ребята, встрейтесь, где встреча произошла, там она произошла, где она не произошла, ну, вы понимаете, вот здесь мы, к сожалению, уже Татьяна Юрьевна рассказывала, что возникали некоторые нюансы, вот, ну, естественно, на всех, ну, это уже я немножко говорю, разные интернет-сайты, вот, они прямо на их сайтах, образовательных учреждениях, они все включали. Ну, естественно, экспресс результатов нашего проекта, то, что было в 99 подготовленных и дорогах, утверждали, что проявили много новой информации, утверждали, что информация приведется и к дальнейшему, утверждали, что поделятся этой информацией, ответили и получили информацию на новый вопрос, полезность и так далее, и так далее, и так далее, для педагогов, убеждены в необходимости для личной профилактики, 59 уверены, чтобы он смог применить эти свои знания, 79 уверены, что, знаете, уже знают эффективные технологии, это по результатам обучения, что смогут разрабатывать проект в своем разрабатывании, половина процентов, это для нас тоже было важно. И вот это та ситуация, как мы говорим, действие информации, информированность как раз эмоционально-мотивационных компонентов, до обучения и после обучения, фактически она снизилась, потому что люди увидели ответственность в той программе, да, я занимаюсь, но выросли другие показатели, которые касались других компонентов и просвещения других психологических компетенций. То же самое до обучения и после обучения, это вот как раз профилактическая готовность информационных компонентов. Видите, как моментально произошло, выросла информация, потому что до этого они, конечно, мало как вы представляли имели представление в этой области. Следующее, это была наша технологическая компонента. она вообще нам не была. Понимаете, они не знали, каким образом. Прежде всего, считали, что, опять же, информация. И это вот та ситуация, опять же, в нашем совсеместном альянсе. мы выражаем славу благодарности нашим спецентрам, которые эту работу ввели, но они пользовались, опять же, только медицинской моделью профилактики. Понимаете? Только медицинская модель. А что надо для ребенка, чтобы это не совершал риск? Вот мы, сегодня и вчера конференция открылась, она вообще нам вообще безопасна образовательной семье, а вот сама концептуальный подход по понятию вот именно безопасности. Безопасности. Мы говорим образовательная среда, а кто в этой образовательной среде? Вот здесь, сколько есть и объектов вот этой безопасности. Ребенок, да? А есть еще педагог. А мы же ведь тоже включали ситуацию. А как реагировать в ситуации? Мы же нас в этом обучали. Как реагировать в ситуации, когда появилась кровь? Как оказать первую правильную помощь? И так далее. Мы в рамках нашего национального проекта здоровья обязали наших всех руководителей взять учреждение, чтобы у них были перчатки. Вот это для первой помощи. Вы же помните, что кровь, работая с биологическими исследованиями, и воспринимая изначально ситуацию безопасности. Пока шел проект, мы выбрали ситуацию на мониторирование. все было. Как только проект перестал поддерживаться, все исчезло. Придите теперь, я даже прихожу в наши школы, которые были участниками. Сейчас в Москве еще хуже все это стало. очень больше. Сейчас все директора, которые были директора, они уже не директора, руководители, в лучшем случае подразделения. А или заучили вообще ушли куда-то их. Понимаете? Люди уже поменялись. Они вообще даже об этом не слуха, не духом, и они ориентированы на лучшие эффекты, потому что для рейтинга важно количество баллов ваших учеников получили медали, или набрали, поступили в университете. другое, воспитательный компонент их очень интересует. Это вот та ситуация, то, что по технологической компоненте освоили интерактивные технологии, освоили проектные технологии. То есть, они научились работать с педагогами, детьми и родителями. Ну, естественно, эффективность обучающихся может увидеть вот они как раз прирост уровня мотивации к здоровому жизни, да? прирост уровня информированности красненьким, зеленким, прирост уровня толерантности к людям свечки. Вы видите, вот это я говорю, до того как, а вот то, что сейчас ситуация мы проводим по нашему федеральным округам, падает все. И вот это все куда-то, знаете, куда-то все исчезает. И вот это, как сказать, получается, все наши завоевания, да? Они куда-то все, поэтому я уже не хочу вот это, сказать, обращаясь к старым ситуациям, да? все получали сертификаты, те, кто прошли дальнейшее обучение и координаторы, они получали удостоверение повышения квалификации, то все было по-серьезному. О результатах, опять же, все то, чего они обрели, вот уже Татьяна Юрьевна говорила, не хочу затратить время, и оно, к сожалению, все падает. В рамках реанимации, поддержки, пытаемся всеми следствиями. Министерство образования спасибо поддержало нас, мы запустили вот как раз электронный учебный методический журнал профилактика зависимостей, где, как электронный учебный методический, здесь мы пытаемся методический материал, информационный, программный материал, потому что, если сам проект где-то 60 страниц, посмотри, диагностический материал, все, бери, смотри, изучай, пользуйся видеоматериалом, поэтому, Тирея Михайлович, мы однозначно никуда, пусть страна, еще тоже широко знает и самые прекрасные вещи мы поддержим. Мы издавали сборники, вот он большой и толстый лежит, это практика, профилактической работы, эффективные проекты. Мы запускали эти сборники, не хватало, потому что уже поддерживали нас другие субъекты, они сами издавали, конечно, форматировали эту ситуацию, но мы не издавали такие сборники эффективных проектов. Сейчас также в поддержке министерства образования, опять же, при нашей инициативе наших федеральных центров, мы проводим, лоббируем проведение конкурсов проектов работ учащихся, где тема здоровья звучит на первом месте. Он называется так «Горизонт для открытия», портал «Школьный проект РФ». Туда доступ легко и просто. Вы зашли, набрали и вошли в конкурс «Горизонт для открытия». Там есть тоже по проблеме здоровья. Важно, что сами дети, знаете, это детские проекты, а это значит, что это идет процесс. Но ребенок ничего не создал, понятно, без поддержки консультирования педагога. естественно, это все для нас очень приятно и здорово. Я думаю, уложился в наш этот реклама. Спасибо. Если есть вопросы... 25 минут. Да, да. Кто уложился? Нет, не могу. И кто не хватает? Все, все, все. Ой, мы не успеем. А что сейчас? Вот все эти сайты, все что-то размещено, где это все? Не работает? Нет. Все, что наше, оно все работает. Значит, все, что наше, оно работает. Я еще говорю, сдулась та ситуация, где поменялись он поменялось руководство. А сейчас хочу сказать, ситуация то, что, во-первых, в Москве все образовательные учреждения, все порталы, все сайты школ, они через портал департамента образования. А это значит, что все, что у вас было раньше, ваши инициативы. То есть, вот эта субъектность, традиции, культура. Там есть жесткий вот, наша надрица. Законы туда-сюда, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, так вот, все что, другой, это правовые вопросы. То есть, вас там информация, это для родителей, это для этого, но, опять же, это значит, опять надо выстраивать отношения, вот, как уже мы сказали, будет программа, разместим, нет программ все она 12 все до свидания как будто актуальность ушла понимать как будто это не надо где и где остались наши партнеры а это партнер вовлекали чтобы не были как инновационные площадки вот те кто с нами продолжает но это опять же из того если а 100 процентов осталось 10 я без глади осталось здесь понимаете насколько все москва схлопнулась остались только те площадки где еще более менее другие территории не поменялись почему потому что это те программы которые должны что идти постоянно они должны постоянно постоянно должна вот это уже это татьяна ильина сказала нужно быть мониторинг вот если будет то что вы даже проводим типа от лица на наших бланках и так знаете через колоду пока ты там какие-то не вытащишь четверть не заманишь какими-то другими бонусами они конечно если это будет министерское письмо на уровне приказа какого-то письма специального да как ты цифр или рима вот так как будет будет естественно нет проблем у меня значит все прекрасно жизнь и пока вы продолжаете нет или продолжаем у нас очень активно работает я комитет его я вас ознакомлю с пособием и с программой вот и получается что мы замещаем собой вот мы действительно наши центры замещают собственно говоря образовательные учреждения это участие это правильно но слава бог что это есть иначе мы сегодня уже слушаем вас и понимаем почему на 25% увеличилось количество детей вовлеченных преступлениях связаны со тренинг наркотиков в 14 году почему полтора раза в 2013 году выросло количество отравлений среди подростков а в средней десятом году в 7,5 раз выросло количество отравлений среди подростков от тренинг наркотических веществ вот где вот мы отступили ушли все это ну а потом в другие цветы заболевается вначале достигаем какого-то результата а потом все свалилось так уважаемые коллеги уважаемые коллеги я представляю регион наиболее пораженной вещеинфекцией мы занимаем первое место среди всех регионов российской федерации по общей и числу вещеинфицированных и на сегодняшний день уровень пораженности вещеинфекции в Северской области достигает практически уже официальный показатель 2% есть территории где уровень пораженности всего населения уже превышает 3% ну и конечно к основной теме нашей темы это подростки среди подростков также мы регистрируем превышение пораженности и первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области выше чем в Российской Федерации практически на 3% и основная заболеваемость и пораженность у нас приходилось с начала 2000-х годов когда в эпидемию вопрекались прежде всего потребители эмоциональных наркотиков но вы видите что там у нас было снижение естественно как по всей России но что мы выявили что до 2011 года все-таки наряду со снижением первичной заболеваемости среди подростков в области уровень выявляемости среди обследуемых подростков был практически в 2 раза выше чем среди взрослого населения то есть несмотря на то что мы снижаем пораженность и снизили первичную заболеваемость мы провели анализ и увидели все-таки что подростковая среда намного выше чем взрослое население поражено ВИЧ-инфекцией естественно данная ситуация потребовала от нас кардинальных мер наряду со всеми профилактическими операциями которые проводятся у нас в области не буду конечно о них говорить вот остановлюсь на самом главном по профилактике ВИЧ-инфекции среди подростков данная ситуация неблагополучная способствовала тому что в 2010-2011 году в нашей области был реализован пилотный проект по внедрению в систему образовательных учреждений специализированной специальной профилактической программы по ВИЧ-инфекции еще раз повторюсь это был пилотный проект который реализовался в Министерстве образования Министерство здравоохранения Сырловской области в 6 муниципальных образованиях в 8 образовательных учреждениях строился, была разработана профилактическая программа, профилактический модуль на основе концепции превентивного обучения естественно но и на основе всех информативных документов Сырловской области в подготовке данного профилактического модуля принимали участие не только специалисты Центра СПИДа, но и прежде всего психологи Центра Психолого-педагогической коррекции Министерства образования Сырловской области то есть программа она комплексная, она не только медицинская но и включала вопросы по классному направлению психолого-педагогической поддержки значит, программа очень емкая, она не трудоемкая значит, она очень легко, мы еще раз говорю, что мы провели проект мы ее копировали на 8 образовательных учреждениях и она показала очень хорошие результаты потому что, на наш взгляд, она достаточно проста в именении реализуют эту программу педагоги, обученные педагоги педагогов обучали специалисты Центра СПИДа и специалисты Министерства образования и в дальнейшем данные работы уже реализовывали эту программу среди учащихся и родителей значит, эта программа включает первичную профилактику ВИЧ-инфекции среди учащихся 9-11 классов это два классных часа, где в формате презентации и в формате затем интерактивного урока всего два классных часа предоставляется основная информация по ВИЧ-инфекции следующий раздел этой программы это включение вопросов в ВИЧ-различные учебные предметы проведение родительского всеобучия по ВИЧ-инфекции тоже очень понятно для педагогов поскольку мы разработали фильм, в котором в студии достаточно поставить только этот диск на классном часе и не требует от педагога какой-то специальной дополнительной подготовки ну и, конечно, социальные акции, которые направлены на служение исконного поведения толерантово в отношении от ВИЧ-инфицированных людей ну и волонтерство то есть вот такой профилактический модуль был разработан еще раз повторяю, двумя министерствами и показал в своих очень хорошие результаты не буду вдаваться в подробности конечно, информированность повысилась и знание путей передачи но хочу обратить внимание ваше на этой строке личное участие в профилактических мероприятиях ВИЧ-инфекции о чем мы сегодня уже говорили то есть если до внедрения данного профилактического модуля в этих школах только 12% учащихся принимали участие личное участие в профилактических мероприятиях то уже после внедрения данного модуля уже практически 80% по родителям что важно тоже отметить что 93% родителей признали важность данной профилактической программы и что не менее важно 87,6% потом уже выразили готовность проводить беседы по профилактике ВИЧ-инфекции со стремлением мы тоже об этом сегодня говорили что родители не всегда знают и не всегда хотят вот эта программа способствовала именно этому педагоги также педагоги до программы очень негативно относились к тому что им придется внедрять эту программу многие были уверены что это должен быть не из центра СПИДа либо из больницы так вот 99% педагогов после данной программы также считают необходимым внедрение ее в школах и посчитали себя по профилактике ВИЧ-инфекции 76% и вот такие конечно хорошие результаты они нас впечатлили с министерства образования и в конце 2011 года издался приказ совместный региональный Министерство образования и Министерство здравоохранения Северной области об обязательном внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях вот коротенькие приказы как к тому как обязать и как замотивировать директора школы на то чтобы данная программа была реализована один пункт ну не один, три, четыре в адрес руководителей органов местного управления осуществляющих управление в сфере образования первое организмать обучение тьютерам то есть мы обучали тьютеров вместе с министерством образования тьютеры обучали и обучают до сих пор в дальнейшем педагогов общеобразовательных учреждений во второе силами подготовленных специалистов внедрить в каждом образовательном учреждении данную программу и третье действующий контроль короткий приказ но он утверждает методические рекомендации по этой программе и обязывает каждого руководителя внедрить данную программу конечно без мониторинга реализация данной программы была бы невозможна поэтому предусмотрена система мониторинга ежегодно проводим анкетирование в различных школах по всей Садовской области и если мы видим где-то какие-то отклонения то естественно мы его корректируем ну и в то же время обучающие мероприятия проводим также ежегодно ежемесячно на постоянной основе вот такие методические рекомендации тоже похожи к тому как педагог может обучить и провести данное мероприятие пошаговое описание всей деятельности начиная от классного часа заканчивая проведением урока по литературе не знаю как биологии исключением вопросов фишинфекции вот такие методические материалы мы тиражируем больших количествах каждый педагог в принципе имея признаку себя при работе мониторинг вы проводите мониторинг от министерства образования ежегодно запрашивает значит о проведении анкетирования анализ анкетирования центр спида то есть совместно какая мониторинг обязательств таким образом для того чтобы организовать системную работу постоянную работу на нижневедомственном уровне для нас направной точкой стал совместный приказ двух министерств региональных это на областном уровне и на муниципальном уровне поскольку садовская область огромная 73 муниципальных образований нам важно чтобы в каждой школе данная работа проводилась поэтому на муниципальном образовании также идет координация между учреждениями здравоохранения филиалами центра спида и органами управления образованием и также в каждом муниципальном образовании есть приказ об внедрении данной программы в школах ну и безусловно не могу сказать результатов да, конечно она снижает личную заболеваемость но она снижается и по России в целом но тем не менее тоже могу произвольнить что с 2012 года мы отмечаем значительно резкое снижение уровня выявляемости личной инфекции среди обследованных подростков это конечно это хороший результат в том числе и реализация данной программы вот это у меня первое сообщение по нашему опыту работы с министерством образования межведомственной и второе мой доклад и я в силу отсутствия времени совершенно разрешите Ваису Александровну может быть не буду его в полной мере зачитывать и докладывать потому что тема медико-социальное сопровождение детей затронутых проблем и ВИЧ-инфекции может быть не совсем как бы он здесь уместен поскольку здесь мы обсуждаем внедрение в образовательную среду программ профилактики ВИЧ-инфекции но тем не менее какие-то штрихи я обозначу потому что сегодняшний день кроме ВИЧ-инфекции очень важно говорить о ВИЧ-инфекции то есть мы должны своевременно выявить ВИЧ-инфекцию особенно среди женщин которые ведут к тому что у нас рождаются ВИЧ-инфекции и мы должны организовать дистанциональное наблюдение лечения химиопрофилактику вертикальной пути передачи скажу только о том что действительно данную работу по лечению по выявлению ВИЧ-инфекции особенно у женщин невозможно проводить без совместной работы с другими субъектами профилактики с другими министерствами поскольку наши ВИЧ-инфицированные женщины имеют достаточно большой набор различных минико-социальных проблем в частности посмотрите характеристика тех семей характеристика тех мам тех ВИЧ-инфицированных детей которые посещают в том числе школу ВИЧ-инфекции составит 34% а наркотики употребляют 73% женщин беременных имеют ВИЧ-инфицированные партнёры 49% беременность запланированных была только 32% имеют ВИЧ-инфицированные детей ранее 17% и уже решены родительских прав либо отказались от ребёнка 38% то есть достаточно большой набор медико-социальных проблем и конечно возникновение ВИЧ-инфекции ведёт адективное поведение но и сама ВИЧ-инфекция она способствует различных социальных психологических проблем самое основное с чем сталкиваются наши дети ВИЧ-инфицированные в том числе когда посещают школу и детские что в том числе и дети с ВИЧ-инфекцией они погибают на сегодняшний день и в том числе в нашей области и вот тоже хотелось бы один из последних слайдных показать посмотрите проблемы семей затронутых ВИЧ-инфекцией я разделила которые имеют детей до школьного возраста и проблемы семей которые имеют подростков то есть об этом тоже педагогам видимо надо говорить мы должны об этом знать потому что если это маленький ребенок то мы часто видим что родители поскольку имеют различного рода социальные проблемы они отказываются от наблюдения и лечения детей в связи с этим у нас семь детей только в нашей области семь очень инфицированных детишек умерло под влиянием спидиссидентов то есть под влиянием людей которые отрицают в принципе проблему ВИЧ-инфекцией и проблемы семей которые имеют очень инфицированных подростков на сегодняшний день мы только вот недавно в другие территории начали проводить программу по сообщению подростков явно за ВИЧ-инфекцию а ведь подростков он растет у нас и достаточно много в Саповской области во-первых они вступают в период сексуальных отношений и им нужно знать что у них ВИЧ-инфекция они должны профилактировать ВИЧ-инфекцию поэтому такие проблемы есть и конечно решать их нужно все вместе сообща но прежде всего мы их решаем на уровне Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики населения также у нас существует два нормативных документа которые полностью регламентируют они тоже у меня с собой если кому интересно я могу продемонстрировать которые полностью как бы описывают все технологические концепции по работе с семьей и с детьми и еще вот я хотела показать один слайд есть субъекты профилактики где образование тоже у нас участвует с теми семьи где жизнь и здоровье детей с ВИЧ-инфекцией в опасности то есть эти дети мамы которых отказываются от лечения значит на уровне детской больницы либо центра следа происходит выявление такого ребенка выявление факторов риска проводится определенная работа но если эта работа не дает какого-то результата то мы на основании федерального закона номер 120 направляем информацию в территориальную комиссию по делам совершеннолетних с просьбой и с требованием для того чтобы они провели работу по защите данного ребенка и здесь конечно подключаются и соцзащита и органы опеки но и также образовательные учреждения если данный ребенок посещает школу такая форма работы тоже нами ведется мы не боимся сказать что он этого ребенка мечтает мы ссылаемся на 120 федеральный закон поскольку данному ребенку существует опасность жизни и здоровья вот наверное тут все потому что денег совсем нет спасибо у вас есть запросы да по поводу как раз у вас интересный доклад у детей родители которых отказываются от приема препаратов в результате какой финал вы сообщаете в эти органы финал есть что изымает ребенка из семьи или нет все таки до этого дошло уже дело потому что недавно это был тупик конечно ребенка чтобы изнять из семьи это нужно очень большие основания но у нас у нас 2-3-4 случая когда действительно ребенка изымали из семьи для того чтобы начать ему своевременное лечение у нас область очень огромная с большим количеством инфицированных поэтому у нас опыт колоссальный и мы это делаем насколько я знаю на вашем регионе устанавливали детей с целью чтобы хотите приемли парад насколько я помню в Севдовской области как раз так организация была юридическая и этим занималась и не было рычагов воздействия до сих пор на них нет но наша информационная компания позволила собственно говоря преломить ситуацию на сегодняшний день 10 детств оно так тихонечко подполье ушло спасибо а вот еще вы сказали что в нашей программе по сообщению подросткам по его мечтателям и что это значит Центр называет подростка как программа осуществляется я почему хочу чтобы все услышали у нас 137 тысяч детей на данный момент срождено вечеринфицированным мамам в Российской Федерации более 50 тысяч детей но уже учатся в школу пришли в школу это дети без вечеринфекции но это дети которые живут с семьей где есть вечеринфицированные родители и всегда вся проблема с семьей она как опытом отражается на поведении ребенка в школе на отношении с этим ребенком потому что проблема это у нас дети будут граждаться и будут жить семьи у нас почти 300 в данный момент 900 тысяч вечеринфицированных в регистрии значит дети будут граждаться нам нужно эту тему обсуждать на системном уровне и в том числе с педагогом то что мы здесь знаем общаясь это одно дело это надо проблему больше потому что ушел ЮНСФ в территории Федерации которые занимаются посты стали проблемами ушли ушли да у нас разработаны две программы для детей 5-9 лет и для детей 10-15 лет по сообщению диагноза как раз мы сообщаем уже детям после 10 лет но это вы и родители у нас несколько направлений первое мы работаем с родителями чтобы они могли сообщить данный диагноз ребенку существуют определенные группы которые ведутся к Центру СПИДа и также Центру СПИДа понятно в Екатеринбурге еще в пяти городах области у нас огромная область 73 муниципалитета поэтому мы вот эту работу в том числе перекладываем на межведомственные уровни на учреждения социального обслуживания населения международные у нас есть формативные документы у нас есть обучающие программы в том числе вот по этому направлению учреждение соцзащиты активно подключается и тоже включается в эту работу хорошо отработаны какие-то технологии их обучения будешь это такая ну если чтобы не было травмы мы говорим сейчас о психологической травме ребенку подростку на разном возрасте он узнает что он не такой как все и нужно вести себя по-другому и вот эти таблетки они принимают лечение вот об этом не прервалось и это было тогда и это не было переживать какая-то травма что формально можно написать что угодно этим обязать этим а если программа обучения тех людей которые вот эту работу и сообщают и ведут который как значимому человеку да вот обратиться в любой ситуации как профессионал только мама пусть переложить на семью сказала что-то там примитивно свои представления как мама а дальше что чтобы не возникали ситуации вот это развивание лечения мы всегда советуем раскрывать именно и самую диагноз ребенку и это могут быть обязательные последствия вы абсолютно правы в этом конечно существует программа она разработана не только на лице а программа разработана в том числе с методическими центрами министерства социальной политики два центра замечательных от рада и днёздышко психологи которые принимали участие в разработке этой программы и этой программе обучены все психологи социальные педагоги учреждения социальной защиты на местах муниципальных образований хорошо вы мониторировали вот эту ситуацию я просто спрашиваю ради того чтобы как актуализировать проблему мониторинг вот этих ситуаций когда по работе в этом направлении по этой программе есть ли там стареевы чем есть потому что программа никогда не может быть совершенной но жизнь меняется и так далее отношения меняются наши программы превратились действовать и отношения поменялись мы общество поменялось да поэтому какие то есть какие размышления в этом плане да этим занимается психологическая служба нашего центра безусловно мы монетарируем учреждения с которыми работаем да да ну и мы проводим ежегодные совещания семинары супервизии с коллегами социальной защиты именно тоже по этому направлению где обсуждаются такие вот вопросы и коллеги общаются между собой которые обязывали всех руководителей всех субъектов профилактики заниматься данной работой если бы не было приказов на уровне Сырловской области мы никогда не достигли того межведомства взаимодействия и вот такой системной профилактической работы во всех субъектах профилактики которые на самом деле не имеются но наша территория с генерализованной эпидемиологической инфекцией на которую комплекс уже не может можно если скажу что мы когда анализировали нормативно-проводную базу как раз таки отметили что в некоторых регионах есть уникальные законы которых нет на фиральном уровне это как раз таки один из этих регионов спасибо большое потому что мы тоже входили в число территорий которые участвовали в вашем пилотном проекте по нашему проекту здоровья и он очень хорошо вписался в нашу программу потому что есть нормативная база какая раз собственно говоря какая там начинка будет самое главное чётко прописано кто чем должен заниматься спасибо я хочу еще отнимать я подросток во всем мире регистрируется в общем-то достаточно высокие эстетические литальность среди подросткового населения и в прошлом году мы попросили федеральную цену рада реализировать федерацию по российской федерации и мы поняли что летальность у подросткового 15-18 лет выше чем тех у кого кому уже два лет использовалось и практически приближается где-то летальность более старшего пополения ну вот причина суицид 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 а нам никто на это не ответил извиняюсь мы тоже говорили такое следование поскольку центр на федеральном уровне ведущий еще и по профилактике суицида работу в образовательной среде и мы как раз таки спрашивали тех педагогов кто курирует работу на аварии субъектов были ли у них случаи суицидов связаны с фич инфекцией и нам ни один регион не сказал что что она закрыта да вот я и говорила и дозировка и другие причины но мы смотрим сколько в этом плане и опять же говорю о том что дети вырастают они у нас активно растают в 2001 сегодня 2015 начали какие-то неразлияния выявить вот эту группу которая совершил суицид именно из-за ВИЧ-инфекции крайне сложно то есть как можно ее выделить чтобы сказать что вот эта ВИЧ-инфекция была причиной крайне сложно ну вы понимаете когда становится понятно когда это не завершенный суицид поэтому тогда и объясняется причиной когда ребенок не будет в этой группе если по ним я понимаю можно вообще это самое спасибо кто там еще выступает кто следующий у нас как раз у нас идет нет Дмитрий следующий кто у кого я пока начну меня от алексей по молодежи еще секундочку то я не это не не довольно многим многим из вас известны партнерами это программа танцуй ради жизни это международный проект вот вот и больше мы мы долго шли с медицинской точки зрения но потом где-то с десятого года у нас в коллективе появился человек-педагог вот и мы как бы как мне кажется все-таки сумели интегрировать педагогические методики и как раз эти последние пять лет мы модифицировали адаптировали таким образом что она соединяет в себе и медицинские аспекты и педагогические мне очень понравилось выступление всех докладчиков я хотела всех поддержать в том плане что вы делаете и сказать что хотя мы не коммерческая организация мы сотрудничаем со специально мы сотрудничаем с государственными различными структурами и очень многие государственные структуры делают наши материалы почему потому что эта программа основана на использовании двух основных таких подходов это малодезной культуры использование подхода правному потому что многие из вас говорили о фильму хотели мыровать как мотивация так что вот эти вот две вещи ació измол�를 когда мы им предлагаем какие-то программы, основанные на использовании того, что им интересно, а именно молодежную культуру, и когда мы используем их желание быть тоже активными, когда они тоже хотят внести свой вклад, когда они являются не пассивным объектом нашего воздействия, а когда они являются самим субъектом своей программы. Ну вот, коротко, это международное движение, в 19 странах мира, и в России сейчас 15 активных регионов. У нас в разные времена было до 30 даже регионов, но, к сожалению, сейчас скратилось до 15, но зато эти 15 регионов, это уже просто такие регионы, которые являются очень опытными, и они сами... Мы делаем эту программу на основе такого коммерческого понятия, как франшиза, то есть мы разрабатываем полностью на основе рекомендаций данных нам международным офисам, но мы фактически очень много переделали и сделали, адаптировали для наших условий эту программу. Мы, значит, на основе франшизы, то есть мы заключаем договора с этими регионами, с нашими 15 регионами, и мы им предоставляем полностью весь пакет, полностью разработанную программу, потому что это действительно ключ к успеху, потому что если не дать подробный алгоритм, как вы делаете, это абсолютно, как мне кажется, такой правильный подход. И простая должна быть программа, чтобы достаточно даже неподготовленный человек все-таки мог ее использовать. Мы предоставляем полностью разработанные все четыре этапа. Ну и как вы видели в предыдущем слайде, мы хотим, чтобы молодежь сама делала осознанный выбор, потому что нельзя заставить человека, если он ничего не понимает, его нельзя заставить вести себя разумно. Поэтому все-таки вся наша программа направлена в то, чтобы дать достаточно информации, навыков, понимания ситуации, чтобы человек сам мог принять решение. Потому что если он не принимает сам решение, за него это принимает кто-то другой. И если он попал, например, в какую-то компанию или вообще окружение такое, то, к сожалению, он будет принимать неправильные решения. Ну почему это важно, уже много все сказали. Тут просто у меня небольшая статистика, там сколько молодых людей умерло, сколько живет с этим диагнозом и так далее. Ну вы очень все знаете. Поэтому я сразу перейду к тому, что мы предлагаем. Есть четыре этапа этого проекта. Первый этап, он как бы нацелен на то, что ему мотивирует, вдохновить людей. Мы называем его «Вдохновляйся». Мы для того, чтобы вообще... Проект расположен на базе региональных организаций. Либо это не коммерческая организация, либо это, как в последнее время, все чаще это центр спид. Или даже у нас есть одна коммерческая организация, которая этот брать выполняет. Значит, мы на базе этой организации заключаем, во-первых, договор, а затем мы готовим команду волонтеров. Эта команда волонтеров обычно включает 10-12 человек. Потому что, вот как уже говорилось, люди уходят-приходят. Поэтому, чтобы оставался костяк, нужно подготовить как минимум 10-12 человек. Мы выезжаем специально с нашими тренингами сюда, пятидневными. Мы готовим эту команду, даем им в руки все методические материалы, видеофильмы, инфографику, материалы, в общем, все-все-все, что есть. Мы им это все даем. И они тогда начинают работать. Они договариваются практически на тех же условиях, что здесь люди рассказывали. Мы берем с родителей согласие, мы договариваемся, естественно, с администрацией школы. Не мыслить о наших региональных партнеров. Они ходят в школу, проводят шоу небольшое, такое именно шоу, 45-минутное шоу, где до 100 человек обычно участвуют. Обычно это бывает поток. Мы начинаем где-то со старших классов, естественно. То есть после 15 лет, ну, старших 15 лет, потому что мы не можем, у нас нет возможности работать с более младшими ребятами. И, значит, вот на этом шоу как бы заинтересовываем их проектом, вовлекаем вас все это. Не буду очень подробно рассказывать об этом. Затем, значит, на втором этапе, когда это шоу заканчивается, наша команда, наши волонтеры, которые провели это шоу, они записывают желающих ребят на более продвинутый уже этап, который называется «Обучайся». Я хочу сказать, что даже на первом этапе уже ребята получают достаточно много информации про ВИЧ. То есть они уже начинают понимать, что это им грозит, что это можно предупредить, что они могут что-то сделать для этого. И даются им различные материалы, где они могут посмотреть и почитать. Но, конечно, самый важный, один из важных этапов – это второй, когда они начинают участвовать в тренинге. Этот тренинг у нас, мы тоже определенно упростили, он есть у нас, он в общем 8-часовой тренинг, его можно либо по одному уроку в неделю делать, либо сразу там за один день, например, в субботу, сделать прямо такой вот 8-часовой тренинг, на котором они проходят разные темы. На нашем сайте можно посмотреть более подробно. В помощь тем ребятам, которые там не могут или не хотят по каким-то причинам разработали онлайн-платформу. Все эти материалы, о которых я говорю, они все утверждены и Федеральным институтом развития образования, и они также были лицензированы психолопедагогическим университетом, даны рекомендации, что их можно использовать в школе от 12 лет. Мы это тоже все уже проделали, что уже мы не лезем с какими-то такими материалами, которые никем там не просмотрены. Значит, здесь вы видите на этом слайде тему, которую мы там снимем. Но самый главный этап, конечно, это третий этап, когда уже получившись и получив какую-то информацию, мы детей вовлекаем в различные проекты. И проекты в основном направлены на то, чтобы передать дальше информацию, привлечь внимание к этой теме. Мы там, например, в международных разных других странах, там может быть деньги от подростков привлекают на эту тему, но мы от этого отказались, потому что у нас это, ну, к сожалению, ну, вернее, не знаю, к сожалению нет, но просто мы вот отказались от этого, мы не связываемся с этим данным. В основном это информирование населения, побуждение тестирования. Мы пять раз в год проводим большие акции, в которые вот эти ребята наши подготовленные участвуют, они, значит, информируют, побуждают людей тестироваться. Мы тогда, наши партнеры региональные, они договариваются с местными центрами СПИД, с медицинскими учреждениями, подвижной выезжает автобус с тестами, там тестируют людей, то есть у нас достаточно много тестируемых людей, и выявляем тоже, вот, так что, в общем, вот это вот делается, и ребята, наконец, получают навык, да, то есть, что можно сделать, что мы как можно и более активны, и укрепляются, так сказать, в своем, что ли, нацеленности на менее рискованное поведение. Ну, и, наконец, еще один очень важный этап, это этап праздновать, у нас, потому что они столько всего сделали, надо отпраздновать, и для молодых ребят это очень важно, это тоже один из таких вот мотиваторов, в процессе всего этого мы используем всякие сувенирную продукцию, и у нас есть группа ВКонтакте, куда мы привлекаем ребят, и все, кто хорошо потрудились вот в этих группах, у нас на Фейсбуке тоже есть группа, но ВКонтакте наиболее, какая-то большая группа, у меня более 5000 человек активно участвуют все время, ну, и есть такие, которые время от времени приходят и уходят. Вот, и, значит, те, кто хорошо поработал, кто активно участвовал, они, им присуждается звание человека перемех, сложительная постановка, но поскольку страна у нас огромная, и все это очень сложно, с этим этапом у нас больше всего проблем, но тем не менее мы все-таки стараемся. В прошлом году мы сняли, во всех наших регионах мы сняли видео, как они празднуют, и затем из этого видео сделали одно общее видео, разместили и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и все могли посмотреть друг на друга, потому что первым, ну, сначала это было так, когда все собирались, и сателлитная связь была, и все могли друг друга видеть, то есть собирались в разных регионах, но, к сожалению, сейчас это все очень дорого, поэтому мы придумываем всякие разные вещи, чтобы ребята почувствовали, что какая-то есть награда им за то, что они вот так активно участвовали, активно просвещали. Ну вот результаты, за вот два года, которые мы достигли, мы охватили больше 37 тысяч, почти 38 тысяч подростков, почти 12 тысяч были обучены на тренингах, и 13 692 подростков предприняли активные действия по распространению информации, и своими действиями они охватили 117 тысяч 260 человек. Ну, такие, ну вот, мы проводили исследование в 12-м году эффективности нашего проекта, в четырех регионах были опрошены, значит, сами подростки, были опрошены координаторы проекта, была подтверждена эффективность, если вы заинтересованы, можете посмотреть на сайте, все это есть. Ну, как я уже говорила, программа одобрена федеральному институту развития образования, мы являемся экспериментальной площадкой фирмы, активно там с ними работаем, сотрудничаем, они нам очень помогают. Вот уже 10 лет, вот в этом году 10, и больше 2000 активных волонтеров работают на постоянной основе у нас. Спасибо вам огромное, дополнительную информацию можно посмотреть на нашем сайте, danceforlife.ru или фонд Focus Media, www.focus-media.ru Если есть вопрос, я готова. Спасибо. Вопросы нет? Вопросы? Нет. Спасибо. Так, у нас следующее. Ну, все. Все. Вечка. Да. Все, время у нас мало. Да, да, я сейчас хочу только вытащить. Я постараюсь максимально, правда, у всех таких вырешать. И просто, когда мы готовим эту программу, мы предполагаем, что будут совмещаться в совершенной эзарской форме и даже, ну, как бы, разные религии, чтобы понять, что это нечто. А, да, я бы здесь сяду там. Добрый день, уважаемые единомышленники, коллеги. Я бы хотела взять только очень узкое направление с работы об логике профилактики леча инфекции в образовательной среде, это развитие добровольчества республики профилактики, поскольку профилактическая работа очень такая многогранная и займет очень много времени. Следующий сайт. Ну, когда мы, начиная свою работу, мы понимали, что решение какую-то проблему можно только сообщать, то есть, примешь это взаимодействие. И вот, фактически, с 95-го года у нас заключаются планы заинтересованного ведомства, ну, в частности, с министерством оборудования. Далее, я считаю, что очень важным был тогда нами подготовлен указ нашего президента, когда началась эпидемия в Иркутской соседней области. Тогда она занимала первое место. Мы понимали, что в силу многих причин, мы тоже заполыхаем, и, в общем-то, оно заключалось. То есть, было постановление правительства Мишельдинсона по плану мероприятий, и, самое главное, целевой программе антиспит, и 40 программ был при этом статус президентская. Прямо указан президента. Ну, как бы это подняло эту проблему на определенный уровень. Далее, следующий шаг. Это был приказ Министерства образования, науки и так далее. Мы очень долго хвастались этим фактом, поскольку многим территориям это было сложно сделать в 98-м году. Обязательно в обведении вопросов ВИЧ-программы. Далее, ну, такие общие театры против СПИДа, которые финансировались совместно и Министерством образования, и Комиссии приемных и социалистов, и все Министерства культуры. И обязательно спектакль шел с фасилитацией, с обсуждением. Прошли все школы, все. Ну, в общем, были слезы, сопли. Ну, в общем, эффект был колоссальный. Далее, ну, естественно, конечно, конкурс векторов, конкурсы средней СМИ, которые до сих пор проводятся, и в день печати зали правительства вручаются награды журналистам, которые... И вновь обновляется вмешательственный план. Если ранее было 4 всего ведомства, сейчас у нас в нашем вмешательственном плане, который упрежден заместителем Советского правительства, это 14 ведомства. 14 ведомства. Далее. Ну, теперь конкретно. Волонтерское движение. В организации волонтерского движения. Мы когда вот начинали работать в 99-м году, мы понимали, что вот эта программа «Равный учает равную», когда познакомилась с ней, действительно нас заинтересовала. Мы понимали, что через равного консультанта или равного, ну, в то время сверстника, равистника информация воспринимается лучше, она действительно до сих пор работает. И волонтерское движение по программе «Равный учает равный». Видите, вот многие, естественно, системы вменообразования, школы, вузы, общественные администрации, клубы, комитеты, средние, в общем-то, высказательные коммунии, муниципалитеты, в общем, и другие регионы приезжали к нам на обучение. Далее. Вот география волонтерского движения. Вы посмотрите, она. Территория республики достаточно большая, хотя население у нас достаточно низкое, 967 тысяч, даже нет миллиона. Далее. Обучена по программе. Это 12-часовая программа. Тестирование на входе, на выходе. Если правильно отвечает доброволец на вопросы, мы подаем официальное удостоверение с печатью, с моей подписью, о том, что ему разрешается работать в этой программе, чтобы не распространять неверные сведения о ВИЧ-инфекции, даем комплект литературы, и он включается, становится официально, в торжественной установке, получает это удостоверение. Вот обучено за последние годы 3600 волонтеров, 10-16 волонтерских групп. Далее. Ну, по количеству обученных и учебных заведений, видите, школы, СУЗы, ВУЗ, и далее. И вот, что явилось с фактором поддержки, да, вот развития, устойчивая развитие программы, во-первых, поддержка Владимирского движения правительством Республики Бурей, министерством образования, муниципальными образованиями, затем утверждена на комплексном плане, да, во-первых, ну, конечно же, наличие руководителя, наставника, числа педагогов, учебных заведений, чаще всего это все-таки психологи и заместители по воспитательной работе, затем, конечно же, это поддержка, мотивация к деятельности волонтеров. Обязательно едины волонтерские дни, когда собирается, а молодежь, оказывается, очень активно собирается, мы им даем время для знакомств, даже дни рождения отмечаем, регулярно обучающие семинары, тренинги, ежегодные слеты волонтеров, работающих по профилактике лечоинфекции, с поощрением лучших добровольцев и руководителей по итогам года. Помощь в реализации каких-то инициатив и проектов волонтеров с предоставлением транспорта, призов, инфоматериалов, участие в грантовых конкурсах, ну, во-первых, очень много мы, фактически, всегда же денег не хватало, да, и поэтому все нас в республике уже знают, уважают, и фактически все министерства для них честь выделить нам эти деньги через гранты. Далее. Вот посмотрите, следы волонтеров. Несколько этапов развития, ну, это на площади советов, когда первые три следа проходили в зале правительства, ну, так все скучно, так чинно, а потом уже все это вышло на площадь советов, потом уже мы вышли уже на более качественном уровне, сейчас слеты проводятся уже трехдневные, на Байкале. Я помню, когда провели первый след на Байкале, но даже деньги, зам предправительства, он пылу радости говорит, нет, когда я была в зале правительства, говорит, проведем на Байкале. Я говорю, Боя Губавлович, а деньги-то? А деньги? Ну, в общем, потом нашли, ну, проверили первый след на Байкале, и уже последующий, теперь уже 16 слетов, все проводится на Байкале. Андрея Тойчев повезло, и нам повезло, что он был на одном из наших следов на Байкале. Ну, замечательно, почувствуйте этот дух. Следующий. Вот в единый волонтерский день пришел глава республики, ну, это только честь, вот наш министр, руководитель законодательного собрания, то есть поддержка колоссальная, политическая, поэтому, ну, ты чай пейте, это маленький кусочек, посмотрите, единый волонтерский день. Далее. Это картинки из театрального проекта, «Танцующий призрак», а потом уже силами волонтеров, посмотрите, вот, это все действующее. Ребята заканчивают, уходят, ну, выезжают, у нас даже было, мы задумали первый волонтер, который получил Геннадий Петрович, в Москве здесь, приехал, пригласили его на 14 следов, приехал с речью, ну, в общем, все люди состоялись, люди все были разные, как они радовались, мы боялись вначале, потом уже МВД говорит, ну, возьмите наших, а с ними все сложнее, надо смотреть, чтобы не нарушали эти следы, принципы, в общем, замечательный дух. Дальше. Посмотрите, ну, «Dance for Life» и давайте, посмотрите, как ребята реализуют на площади. Далее. Сейчас вот интересный программ, программ 15. Мы работаем с гуманитарным проектом «Новосибирска». Это 15 встреч, где участвуют 4 группы, девушки, ребята и взрослые, мужчины, женщины, там взрослых, это родители. Я вначале так скетически, я говорю, ну, кто же будет приходить? У родителей там свои проблемы. что ж, мне так интересно. В итоге мы закончили различные там, делали сад, садили деревья, клумбы. А КЦХ, ну, я правда говорила, что нужно чуть по времени сократить, это все вечернее же время. Специалисты Центра спит, они с педагогами работают, вчерами мы тоже колоссально получили мотивацию для дальнейшей работы. Далее. Ну, информационная палатка, это уже очень хорошая форма. Вот мы сделали такую палатку. У нас любят теперь уже все знают, стараются всех пригласить, информационную палатку. эту форму уже во всех муниципальных учреждениях, поскольку сложная, республика большая, поэтому эту форму мы используем. Далее. Ну, естественно, тематические акции в ночных клубах с учетом интересов формы общения молодежи. Раньше, когда была помоложе, ей сама туда ходила, а сейчас уже молодежь работает, и тоже интерес вызывает колоссальный у сверстников. Далее. Ну, во всемирный день борьбы со СПИДом, естественно, акции. Далее. На российском уровне мы участвовали, пригласили нашу группу волонтеров участвовать во второй Викаке, да, в Москве. Выступили тоже очень интересно, всякие автопробеги, потом с Владимиром Владимировичом поздоровом мы трижды встречались, и ему очень понравились наши волонтеры, ну, Жуков, в общем, было много интересных проектов. Далее. Ну, какие результаты, посмотрите, вы прочитаете, потому что по времени, то есть, это понятно, снижение, да, форма работы эффективная, снижение преступности, личностному росту, то есть, ребята такие, приходят, иногда забиты, а потом самореализация далее. Ну, а как у чиновников Минздрава понятно все оценивают, какова эффективность. Когда мы заполыхали, мы занимали второе место после Иркутской области, по заполыхали, это вот старый слайд, Али, новый, были на восьмом по итогам, а сейчас уже на первое июня девятое ранговое место в Сибирском федеральном округе, это говорит об эффективности. Далее, следующий слайд, тоже снижение, ну, во-первых, Буреттия была определена мониторингом, Ромир-мониторинг независимым, самая информированная появляющая была по России, когда это было исследовано в 2009-го года, и снижение новых случаев, посмотрите, среди возрастных на 14-24, было 54, стало 12, снижение на 41-24. Я, с другой стороны, я понимаю, как специалист, что идет взросление, выявляются старые, то есть, ну, случаи, но, тем не менее, это снижение, молодежь наша вся практически скажет, ну, на сегодня у нас просто быть круто, быть волонтером Центра Сибири. Далее, ну, посмотрите, итоги деятельности всяких победителей, всяких всероссийских конкурсов, я их не буду перечислять, но есть очень значимые, первые места там в всероссийском конкурсе, в полиграфических там конкурсе, проектов образователях Минздрава, но не об этом далее, пошли, 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 но эти все дипломы, даже в Госдуме национальный прим получалось за добровольчество от Береки, вот, всякие дипломы. Далее, цель сегодня, все-таки, мне вот, несколько настроений упало, когда я увидела, ну, были ожидания большие, я понимаю, что только можно работать вместе, мы не решим проблему одни медики, только, я думаю, видимо, наступил период политической воли Министерства образования, сколько мы убьемся. Да, в Береке у нас все замечательно, но все сложно, вот, пока я работаю, мне уже сменилось пять зампредов правительства, не говорю уж про министра, но сейчас-то я знаю, я могу, я вхожу в любые кабинеты, да, в Республике Береки, но мы же все меняемся, есть команда единомышленников, должны быть документы по вертикали, по горизонтали, чего нету. Сегодняшние встречи у меня были ожидания, которые не оправдались, и вот, не знаю, что нас ждет. Если не будет, но вам-то, я понимаю, вы люди подчиненные, министерства образования, вы вложите, скажите просто, вот медики выступают, но если не было политической воли первого лица, министра образования Российской Федерации, товарищи, мы заполыхаем, мы пропадем, вам неудобно, вы скажете, вот так говорят медики, это просто безобразие, понимаете, то, что творится. На уровне министерства А, а здравоохранения, отсутствие участников и здравоохранения, они непонятны, мы там уже сами устали криптовать. Нет, нет, у вас ваше министерство, по-моему, у нас очень хорошо. Смотрите, вы сейчас сказали очень важный момент. У вас нет, но я не плачула, поскольку... Наши коллеги вот показали, я сейчас расскажу, здесь у вас какая-то нормативная, нормативная, более того, сейчас вопрос. Медонические рекомендации, они прошли экспертизу психологами через научное общество, затем утвердили коллеги, Министерство образования и науки. Все вот, простите, нам приходится поддерживать руководителей волонтеров, я прихожу к министру, есть положение грамоти, я говорю, Алдар Валерьевич, мне нужно вот три грамоты. Вот как хотите, дают, приезжает, вручает. У нас очень тесная связь, но, посмотрите, какие предложения. во-первых, инициировать принятие закона добровольческой деятельности. Их можно включить вот туда, как заключительную. Включить добровольчество в федеральный государственный образовательный стандарт среднего, да, общее образование, ну, приказу 413, во внеурочной деятельности, это же направление. Мы сами только мотивируем руководителей. Я знаю все семейные беды, помогая, да, ну, лишь бы как-то помочь, замотивировать. Увеличение количества учебных часов в отделе микросфортики ВИЧ-инфекции в рамках предметов ОБЖ. Создать единую базу учета волонтеров с регистрацией вытащих личных книжек волонтеров. Тогда начали, а сейчас все затухло, даже сайт уже не работает, да, увеличить объем финансирования социальных добровольческих проектов на конкурсной основе, на российском уровне, на нашем уровне, но этих денег всегда мало, естественно, и разработать, твердить пощательные меры на уровне Министерства образования и науки для педагогов за развитие и поддержку волонтеров. Это не просто узкое направление добровольчества, поэтому все эти предложения в таком виде я оставляю для дальнейшего внедрения. Все. А так? Так, у нас проблем в чем? я про другой вопрос. Я не задаю вопрос, просто понимаете, в чем, мне кажется, вот загвоздка, в чем будет. Минздрав, Министерство образования, каждый разрабатывает свою программу, и здесь вот у вас последний пункт финансирования социальных программ. И тут каждая программа двух министерств требует финансирования это самое. И получается, вместо того, как говорят сейчас модно, пилотный проект совместно двух министерств, и вот когда вот срастет... Нет. По арене Министерства здравоохранения мы получаем сейчас финансирование на профилактическую деятельность. Мы саму основную сумму направляем сейчас, конечно же, на проведение следующего слета добровольца. Но когда это? А вдруг это все... Мы же не знаем, что будет завтра. Я говорю сегодня Министерство образования и науки, поскольку не вижу никаких... Ну, понятно, серьезный центр мы знаем, но это все-таки не политическая воля Министерства образования и науки. Поэтому достаточно в такой жесткой форме я предъявляю претензии и пожелания, поскольку впереди наша молодежь. Ту модель поведения, которую выберет сейчас молодежь, определит и будет поддерживать в течение своей жизни и определит будущее нашей объявлений. И все, и будущее нашей страны. Вопрос национальной безопасности. Можно опять немножечко о другом, хотя это тоже было интересное действительно замечание по поводу финансирования. Я как раз таки подругой. Сопровождаете ли вы своих волонтеров потом? То есть вот вы говорите про создание реестров. Да, пишете? У нас-то, конечно, список есть. А вы отслеживаете это на федеральном уровне? Нет. Нет, мы просто знаем, что любые... Только свое. Только свое. А сопровождаете вы их как-то или нет? То есть проводятся или супер-визи, если какие-то сложные ситуации возникают у этих волонтеров в работе. Это первый вопрос. А второй, ну, наверное, пересекайте с ним, это по поводу родителей. Вы сказали, что у вас был опыт и хорошо сработает общей. Опыт по подготовке волонтеров в число родителей. Как эти родители работают? Их пускают в образовательную организацию? Это с поддержкой... Ой, можно я закончу музыку? Это с поддержкой руководителя образовательной организации. Они сами не цилируют, как часто они работают. И вот, и дальше сопровождаете ли вы их? Нет, это направление только на уровне информирования родителей. Желание знать, обсуждать, они потом бывают благодарны нам, что на нашем уровне обсуждаем самые-таки болевые точки. А так, конечно же, нет. Просто есть наши геномышники, нашей команде становится больше и все. Только вот на этом уровне. А по поводу сопровождения волонтеров в среде участия тоже не знаю? Мы просто знаем, что это были людей и даже те волонтеры, которых уже не хватает, ну, я помню, Боря приехал, закончил, да, военную академию приехал, к нам дошел. Ну, все они, вот мы на связи. А, вот, кстати, следующий слет. Это вот на Байкале слет, и следующий слет, я думаю, это наше новое здание. Вот, вы знаете, в условиях дефицита финансирования нам удалось построить это здание только благодаря, что знает меня, как руководитель центра, руководитель волонтерского движения. Поэтому мне пытались вовлечь в любые партийные движения выбор, я говорю, ну, нет. И приходил он сначала зампредобритель и сказал, не дадите деньги, я выступлю. Все, что я думаю о вас. И вот далее построили три корпуса. Можно, я сейчас смотрю, все замечательно, и вы обучили огромнейшее количество людей. А вы анализировали, сколько они, в свою очередь, обучили. И обучают ли, и как долго обучают. вот и ушли. Вот это ваше. А это ваше. Это же не очень важно. Я вижу эффект. Вы пишете вот на этой почве научные статьи, я считаю, что не это сама цель. Самое главное, собрать команду и для новых людей. Мы медики, понимаете? Нам даже некогда, нам бы даже собраться, да, обучить волонтеров, а проводить аналитику, ну, может быть, это тема какой-то диссертации была. Нет, да я же к тому, что вы обучили, ну, а этот человек взял информацию для себя. А насколько он транслирует? Окружение. А зачем мы считаем? А зачем мы считаем? Я считаю, что это вам. Нет, это у нас... Спасибо, я понимаю. Спасибо. А здесь принцип природы есть плафок, плафок, плафли волонтеров. Нет, это очень хорошо. Большое спасибо за то, что ваше предложение. Конечно, инициатива как раз поддержки молодежи и не только поддержки, а вот статус. Вот это очень важно. Он уже поднимался не раз, и он так и завис. И как раз спасибо вам прежде всего за то, что вот этим занимается. А вот этот вопрос всегда остается. Вот если нет вот этого положения остатуса волонтера, поэтому нет вот этой ситуации не только, что мы все говорим. Да, а что они делают дальше? Сколько он находится волонтерской вот этой группе? Переходит ли это волонтерское он учился в школе? А потом он стал активистом, где там, Сузи, Вузи, и даже, Ирвинс, классис. И вот там стал волонтером, Сузи, Вузи. Нет, я просто как-то, что если будет вот эта инициатива очень хорошая, в статусе волонтерского движения, статусе волонтера, тогда и вот этот ход как раз важен, если это будет включено, стандарт, сейчас же и ведется, еще стандарты и стаканиваются, еще можно там внести, вот через стандарт образования, там общего, там полного, и так далее, если бы мы обязательно вышел, там без разницы, если это будет включено, тогда и появляется вот эта ситуация методологического сопровождения. На данном этапе, добровольчество, как вот, инициатива, то, что вы здорово делаете. Ну, к тому, что это тоже еще одно из направлений работа с министерством образования. Конечно, конечно. Если вы же ближе здесь, в Москве, товарищи, мы там, в Бурятии. Ну, вы же разговариваете, но вы же, что у вас хорошее отношение с министерством субъекта. Так, работайте. Коллеги, у вас в образовании сейчас есть мокров молодежь, только в этом году 9 форумов. Около 2, с половиной тысячи человек собирают, вот мы, на некоторой форуме, у нас есть с ними план утвержденный, так сказать, действия, чтобы на этих форумах обязательно были программы попросила такие мечтами. И информационные, и палатка стояла, и дезервативная, чтобы где-то, там, пусть в кустах стояла палатка. Сами понимаете, молодые ребята. И что вы думаете? Сейчас определяются как. Хорошо. У нас тема там лидер 21 века, там, самый креативный еще кто-то. Им это не надо, им это вообще ни к чему. Да. Я вот это сам так важно. Я просто пока там готовят, я единственное, знаете, честно говоря, у меня одна маленькая вещь. Есть. Слух. В каком плане? есть социальные исследования, которые показали, что в свое время нужно это самое половое воспитание, половое воспитание. Чем раньше в результате полового воспитания половой контакт детей снизился с 16-18 лет до 13-17 лет. Результаты к чему привели. Первое, это то, что чем позже, это тоже социальная статистика, чем позже ребенок вступает в половой контакт, тем больше у него карьерный рост, тем больше у него тяга к лидерству. Дальше. Это кто-то есть. Есть. Это Америка. Это Америка. Это А теперь прозвучало то, с чего у меня стоит в первом пункте. Вот она, бумажка. Стоит в первом пункте. Сейчас прозвучало то, это чуждо. А теперь вы уступали, сказали, вот я был на Конгрессе, там гавранцы выступали. Да дело в том, что у нас менталитет, мышление. Мы другие. Мы другой народ. Почему прорез? Почему прорез? Помните, на наших семинарах говорили? Вопрос. Почему? Кто? Первый выступающий с Татарстана, у них 35 процентов. Соседний Пермский край сколько? 100 с лишним процентов. Почти в три раза. Почему? Национальный менталитет, мышление. Почему мы опять же его внушили? по СПИДу поючки. Показать. Показать. Запомнил? Нет, я все просто относительно. абсурдные идеи Степенковой понимаете? В головах у этих людей. Я не хочу там что-то вырегулировали. Извините, я знаю, что вы хотите сказать. Я был на стажировке в Америке. В разных штатах в Волгаре. И цифры у них в разных штатах так пляшут, что они сами друг с другом не знают, как застыковаться. Вы знаете, они больше нас даже слушали, кто приехал, представители из России. И говорить о половом и на уровне школы я смотрю, когда они работают. учитель английского языка научился читать в 40 лет и преподавал английский язык. Из них 20 лет. Слушайте, ну перестаньте, это как это у нас вообще. Давайте перейдем к докладу. Значит, вот изнутри будет доклад, изнутри проблемы медицинской среды. Та проблема, которая может нам, в принципе, серьезно осложнить нашу профилактическую работу на всех этапах. Это ВИЧ-диссидентство. То есть это отрицание ВИЧ-инфекции, это, как бы, симптомное проопределение, как часто случат феномена иррационального отрицания общих примитых фактов и научных данных. Это не новый феномен. Этот феномен был известен раньше. Например, во второй половине 19-го века это антивакцинаторство, во середине 19-го века это антипсихиадея. То есть эти как бы варианты отрицания также сейчас преследуют нас и осложняют работу клиническую и научную. Нужно ответить на несколько вопросов кто? Я тезис-то буквально. Это идейный лидер Питер Бюсберг умительством профессора монтиральной иречесной биологии Клиффоренского университета. Перцкая группа из Австралии с лидером Элини Павлополос и Леополос и Керри Бэнс Минрис биофинин к лауреат Нобелевской премии 1993-го года за открытие полимера на спинареакции немного немало. Это позволяет этим людям транслировать свои идеи диссидентские с достаточно высоких трибун. То есть широкие массы и в частности масса ВИЧ-позитивных. Но нужно отметить, что все эти люди не отрицательные говорящие. То есть у них нет личинфекции. Поэтому они благополучно здравствуют сейчас и свои идеи продвигают дальше. Те, кто их послушали непосредственно диссиденты, у которых будет диагноз личинфекция, всего разных причин. Для каждой из них это закончилось трагедией лично, то есть смерть. То есть смерть от спида. Максимально пытались за умолчание о причине смерти. Но правда она, как говорится, точит все и выходит наружу. В принципе доказано, что все они умерли от спида. Отрицают это заболевание у себя. Те диссиденты личинфицированные, которые нашли в себе волю, когда они наступили в статье вторичных заболеваний, бодлинув свои диссидентские взгляды и начать РОТ, они уезжили. И в дальнейшем в интервью многочисленных они сравнивали вот эту диссидентскую на личность человека. Зачем вопрос? Можно только гадать, потому что рестинной мотивацией мы не узнаем никогда, эти люди никогда нам не расскажут, что они преследуют, и каждый из них преследует свою цель. Можно предположить корыстная заинтересованность, может быть, за конкуренцию распределения бюджетных средств, опаснее потерять отрасль устранения наркотиков и торговли секс-услугами и продвижение альтернативных методов лечения спида. Об этом чуть ниже я скажу несколько слов деплентная. Также это может быть реакция психологической защиты, очень инфицированной в типичной форме отрицания болезней. То есть человеку ему проще сказать, что этого ничего нет, чем жить с этим, обучаясь новым каким-то навыкам. Также стремление прославиться за счет неординарных взглядов тем, кто не смог достичь классики каких-то успехов. Поезды, персональной ответственности, с плохой организацией, противодействия людей иметь в виду. Это мы можем видеть на тренировке. То есть, когда на уровне правительства официально поддерживают диссидентские теории, к чему это привело, мы видим, это континентный более пораженный кое ВИЧ. Это добросовестное заблуждение, связанное с недоступным знанием и не навязанным другими лицами. Единственная категория, с которой мы, в принципе, можем хоть как-то ровно. Все остальные недоступны к контакту практически вообще. Каким образом реализуются эти теории? Мы проанализировали в небольшом исследовании целью анализ структуры динамики позиций отрицания ВИЧ в разительском сегменте интернета. Мы проанализировали более 2,5 тысяч сообщений на самых популярных форумах, посвященных ВИЧ-инфекции. Мы специально не смотрели сайты диссидентские, потому что нам интересно было, как они работают в поле. Они приходят на форумы людей, живущих с ВИЧ-спидом и там транслируют свои идеи. Мы хотели проанализировать, какие именно идеи они там преподносят. И мы выделили 116 высказываний, которые четко характеризовали позицию отрицания и были стартовыми в последующей дискуссии и обсуждении этой позиции. Разделили по временам на два временных этапа 2005-2008, 2009-2013 годы. Соответственно, сообщения мы систематизировали в соответствии с ВИЧ-статусом автором и распределили группу в зависимости от аргументов, которые ракуировали эти авторы. Также оценили количество сообщений на всяких активно-рекомендательных характерах. Это было немало. Результаты с крафтой характеристики раздела ВИЧ-диссидентства одного из крупнейших форумов, которые при запросе ВИЧ-инфекции в поисковинках выкидываются в первой пятерке. Мы видим, что седьмое место по количеству сообщений из 22 разделов форума, сообщения, затрагивающие вопросы и ВИЧ-отрицания, которые говорят об этой позиции, заявляют 5,5% от общего количества высказываний на форуме. И пятое место по количеству открытых тем. И причем я хочу заметить, что мы делали в 2013 году в конце анализ и к тому времени год уже этот раздел был закрыт на форуме. Он был только в архиве и писать новые сообщения нельзя было. Весь остальной форум набирал новые вопросы. И то, сохранился достаточно существенный уровень у этого раздела. Какие основные аргументы? В обоих возрастных периодах мы более 97% сообщений содержали 5 основных аргументов. Это недостаивность диагностики ВИЧ-инфекции как методов припайменных блоков и недостаивность ПЦФ и отсутствие доказательства выделения вируса отсутствие связи между ВИЧ-СПИДом вред антиротовирусной терапии заговор с целью обогащения. Отдельно мы смотрели сообщения основные на собственном опте. Потому что в принципе это наиболее актуальные сообщения, которые у посетителей прислушиваются в первую очередь. Потому что это в принципе оно окравновано в суде. В котором мы знаем как достаточно эффективный способ. Вот эти 5 непосредственных фезисов, которые из года в год постоянно транслируют диссиденты. Ничего нового они не могут придумать. Мы посмотрели долю ВИЧ-позитивных авторов она была стабильна более 60% которые в структуре позиции отрицали. Остальные из них были еще безучительные которые эти идеи продвигали. Как изменилась структура позиции отрицания мы видим то, что снизилась доля высказываний о недостоверенности диагностики ВИЧ-инфекции практически в два раза. И о том, что ВИЧ-инфекции не виден. То есть этот массив напопленных знаний то, что мы уже имеем доказательную базу за которую очень сложно конкурировать при том, что действительно тяжелее и тяжелее эти тезисы продвигать вперед. Они сразу же перекинулись на совершенно другие тезисы. И говорят, что да, ВИЧ-инфекция есть, но соответственно нет связи с ВИЧ-инфекцией он не вызывает СПИД. СПИД от других причин вызывает но не ВИЧ. И соответственно в том, что сосредоточились на том, что терапия, которая применяется в лечении ВИЧ-инфекции для профилактики частности СПИД-А вредна. Соответственно не менее значимые доводы с которыми нам приходится сталкиваться и пытаться как-то атмосферовать наших пациентов этих людей. Значит это чистая коммерция. То есть людям предлагают от облучения космического молчания до введения расстройства с европолиректум это прям сплошь и рядом. И объединяет их одно то, что это очень дорого. То есть чтобы пройти этот курс им нужно заплатить очень немалые деньги для того, чтобы как бы излечиться от СПИДа. Безопасность отказа от АРВТ химикорфилактики вертикальной передачи то есть мы делали так мы пробовали так все хорошо отказались не получали все было в порядке. Длительное отсутствие клинических проявлений заболеваний без терапии отсутствие передачи вещи партнеру без эргеймера профилактики и отдельно мы отследили настоятельные рекомендации следует переговору диссиденту. То есть это такие эмоционально окрашенные истерические сообщения о том что если ты будешь принимать профилактику во время беременности то ребенок обидится уродом. И женщине беременной очень тяжело в этот момент принять правильное решение если у нее нет контакта с доктором. Соответственно мы видим что конечно же выросла доля высказаний основанных на собственном опте за счет того что просто количество вич позитивных растет у нас изводов будет и практически к 100% приблизилось количество то есть доля вич позитивных авторов которые были высказаны на собственном опте в отличие от 80% в первовременный период когда мы исследуем. Среди сообщений основанных на собственном опте и динамики следует отметить опять же отказ от антиретроверсной терапии химопрофилактики заводится практически в два раза в доле таких сообщений что не может не внушать нам опасения потому что это первое развитие вторичного заболевания и смерть наших пациентов второе пренебрежение методом профилактики соответственно распространение садиплой партнером рождение вич инфицированных детей то есть это поддержка развития эпидемии таким образом как бы нам осложняет нашу профилактическую работу я опять же очень кратко непосредственно не занимать много времени что нам делать это самый страшный и сложный вопрос потому что в принципе какая-то одна группа медиков или социальных работников не может решить эту проблему только комплексный подход я могу говорить только от лица медицинского сообщества что можем сделать мы в частности в этом что мы делаем значит мы не можем контактировать напрямую с диссидентами это как минимум бесполезно взаимодействия а не в рациональной плоскости мы в рациональной плоскости они пытаются вытянуть в свою рациональную плоскость а мы не хотим потому что наше слово а им что сказать что угодно они могут не подтверждая тоже они тоже не хотят в нашу плоскость спускаться потому что они тут теряются армии сразу же в принципе очень уместно будет высказывать Марко Твена к нему претензии по резкости высказывания, что не надо спорить с идиотами. Вы опускаетесь до их уровня, где они задают вас своим опытом. То есть, как бы, у нас нет вариантов борьбы прямой. Помимо этого, помимо того, что это бесполезно, это еще и опасно. Если вы, может, видели, перед программой была Гордон Кихот, где, в общем, достаточно активно и известные люди поддерживали позицию отрицательной вещи, я вам хочу сказать, что это имело очень серьезные последствия в дальнейшем, потому что ряд центров сообщили о том, что у них был всплеск отказов от терапии, от химиопрофилактики, после того, как эта передача была транслирована, и она у себя есть в интернете. Понимаете? То есть, как бы, мы понимаем, что это, может быть, даже вредно прямая полемика с эти стенами. Потому что, опять же, мы, на их фоне голословности и лекушества, мы с нашими научными данными смотримся глекло, как ни крутить. Поэтому, наша задача, в принципе, мы можем воздействовать на их посылы для наших пациентов, говоряем об обширности этих посылов, имея за свои спиной четкие данные доказательной медицины, но не все доктора могут это сделать. Спросите доктора, доказано, три адеквата для ВИЧ, у среднестатистического доктора ответит он вам на этот вопрос? Третий постулат выявлен или нет? Никто не сможет. Ну, мало кто сможет ответить, да? То есть, это обучение докторов обязательно. Обязательно вопросом, как бы, ВИЧ-диссидентом. Соответственно, при грамотном, адекватном консультировании, мы можем видеть, что можно дариться контролируемой течение заболевания у наших пациентов, а если мы их выпускаем, то у нас, в общем-то, вариант это вторичное заболевание спирта наших пациентов плюс расстояние. Это, как бы, такой, ну, это, в общем, просто один из примеров, как мы можем это доказать даже для пациентов, да? 30-летнее исследование в Великобритании показало, что после начала массовой использования антиретровирусной терапии, количество случаев смерти, если мы через спиды снизу заинтересованы. То есть, это багажнание должен иметь и врач, и, в принципе, волонтер, на мой взгляд, и педагог, и социальные работники, хотя бы в минимуме. И, в принципе, есть предположение, что именно вопросы диссидентства необходимо включать в профилактические материалы обязательства. Потому что они слопнутся, и они у вас их удащат. Это совершенно просто из практики, сколько уже рядом мы видим, даже в Средоводской области, да? Опять же, у вас эта проблема была актуальна, как же доклады были, я слышал неоднократно. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Вы действительно правы, потому что мы, когда проводили профилактические мероприятия, вот это когда Галдон выступил по телевизору, мы проводили семинары, и среди педагогов, а вы что, не в курсе? Я говорю, о чем? Я тут передачу видел. Я говорю, хорошо, а у вас какие аргументы? Я говорю, давайте обсудим. У меня это повезло, конечно, у нас был очень хороший доктор и специально, который владел многими бранцами, которые из моего… Тоже тоже, вот это же межпрофессиональное взаимодействие, когда рядом был докторский центр, который… Ребята, я сейчас вам рассказывал о цифрах, как врач. Потому что если мы говорим о патологическом программе, ну и вот это, о нашем межведомственном взаимодействии, каждый должен быть в своей позиции. Дефицит вот этой, и авторитетность высказанной доктора, она сломила вот эту ситуацию, когда уже педагоги были готовы, что заглотить вот эту уночку… И так была ситуация… Ну, вот эти ребята из… Ну, которые заявили о заключении… И те тоже такие… Да, мы смотрели, вот у нас мы тоже находимся в ситуации, значит, рассуждения, хотим понять… И тоже, понимаете, вот эту ситуацию… Где они бы еще… Это же тоже были у нас, они очень привезли. Спасибо, это очень здорово. Очень хочется, чтобы вы успели победить. В примере, вы получите талончики на бельке, и ребята, вот волонтеры… Спасибо. Вас проводят. В 13.40 уже можно всем быть на нашей красной площади, откуда вас всех поведут на заседание ученого совета. Поэтому… Даже не знаю, что вам возбуждение… Поведать можно, в принципе, по этим талонам до 6 вечера. Естественно. Пожалуйста, не опаздывай с 13.40, деньги, когда будут волонтеры на красной площади. Не так же… Подзог. Значит… Можно примесь на цветы на �илер? «Звусор.. ЭТО-с miserable". Спасибо. Можно сестрите на з clauseгу? Просто.. С真的是… Наш республиканский центр с полной медико-фициального сопровождения с 2012 года, кстати, мы были участниками национального проекта «Здоровье», и после этого развития у нас, значит, мы ведомственным проектом будем зарядить образовательную организацию по практике администрации и личной эффективной образовательной системе. Ну, данный проект из чего возник? В действительности, значит, с 2004 года в системе общего образования республики, я это хочу подчеркнуть, но началась именно полномерная и системная работа по созданию инфраструктуры, именно профилактической работы, потому что без тех специалистов, которые могут на местах организовать эту работу, в принципе, о какой-то полноценной профилактической деятельности говорить не приходится. Поэтому, вот, начиная с 2005 года, опять же, значит, привлечением научных кадров, привлечением создания на обративно-правовой базы, значит, были созданы, сперва, они назывались наркопостами, значит, во всех образовательных студиях, и высшего образования, и, значит, школы, и так далее, они в 2013 году стали общественными постами формирования здорового развития и образовательных учреждений, которые именно ведут всю работу по профилактике и эффективного поведения, профилактике употребления, по ВИЧ-инфекции, существенному поведению, то есть, ну, с установкой на педагогический аспект профилактики. Вот я говорю об этом. Значит, ну, что хотелось бы сказать. Конечно же, создавая вот эту инфраструктуру, то есть, если в образовательном учреждении у нас были эти самые наркопосты и посты ЗОЖ, то у нас обязательно, значит, создавались службы психологов, значит, социально-психологические службы при образовательном учреждении, с обязательным учреждением психолога, школьного психолога и социального педагога. При управлениях образованием у нас каждый год назначаются ответственные люди по этому направлению работы, то есть мы их называем координаторами профилактической деятельности. Есть система, сеть ППМС-центров, значит, как республиканские, так и 8 у нас муниципальных, именно системы общего образования, ППМС-центры. Ну и, конечно же, мы хотели бы, чтобы, значит, процесс вовлечения образовательных учреждений через наших педагогов, через, значит, увеличение потенциала профессиональной компетентности в области профилактики, значит, был именно основан на системности данного вида работы. Вот этот проект у нас вовлекает те, эти самые посты ЗОЖ образовательной организации, которые бы в ходе взаимодействия со своим социальным окружением, да, школы, и сетевого взаимодействия с другими постами ЗОЖ. С чего мы исходили? Значит, в действительности в нашей республике, в системе общего образования, да, и вообще образования республики, нормативное правовое обеспечение, она, в принципе, ну, достаточно менее в мере перекрывает те, значит, наши возможности и наше желание, вот, улучшить систему данного вида деятельности образовательной организации. Это, конечно же, исходя из федеральных законов, да, и заканчивая теми же самыми, значит, законами нашей республики, указами наших, сейчас уже не президент, а главные республики, постановлением правительства, и, конечно же, тех нормативных актов, которые издаются у нас в системе Министерства образования. Ну, и здесь мы хотели бы, конечно, сказать, что кроме вот этих постов ЗОЖ у нас принят регламент первичной профилактики, значит, адъективного выявления в учащихся системе среднего общего образования, что, конечно же, является, ну, обеспечивает наша более-менее такой системную работу в данном направлении. Ну, финансовое обеспечение данного проекта, значит, основано на государственной программе в областной мере реализации государственной антиноприотической политики. Как по поводу программы, которые направлены на личных территориях у нас нету, и мы туда не включаем, ну, образовательные организации туда не включаются. Ну, действительно, конечно, хотелось бы, чтобы профилактическая часть была бы более, скажем, значимым. Ну, 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 ну.